Ладно, хорошо. Те, кто присоединятся попозже, те присоединятся попозже. Всем привет, всем добрый вечер. К сожалению, приходится мне с вами знакомиться. Ну, у кого-то камера есть, но в большинстве с аватарками. Увы, ях. То есть, соответственно, да, как я уже в письмах писал, которые вам рассылал, что мы начинаем это все дело онлайн. Как только правящие мира сего дадут нам добро на то, чтобы мы могли вернуться в класс, то есть, соответственно, будем возвращаться в класс, будем стараться в классе. Почему? Потому что, как я уже говорил, оффлайн-обучение немножко, не немножко, а сильно круче, сильно интереснее. И, соответственно, будем стараться делать максимум. Пока онлайн все равно делаем максимум. Соответственно, какой формат, да? То есть, для презентации, для созвона мы используем Google Meets. Google Meets идея в чем? Что, ну, поскольку я все равно, у меня есть Google-аккаунт, я за него плачу денежку, и Google, особенно на период пандемии, предлагает очень прекрасные варианты. То есть, как бы, соответственно, есть возможность подключаться с помощью Google Meets. Плюсы того, что не надо ничего устанавливать, все, как бы, тут на месте, все, как бы, здорово. Вот, соответственно, будем встречаться с Google Meets. Формат будет такой же самый, что я скидываю ссылочку перед непосредственно лекцией, и, соответственно, можем подключаться. Я буду тут сидеть, опруить вас всех, то есть, как бы, заходите. На тему общения со мной, да, то есть, как бы, соответственно, у нас есть чатик здесь рядышком. То есть, если вы посмотрите сверху, справа, у вас рядом с часами есть иконочка, в которой можно открыть чатик, и, соответственно, этот чатик будет вам доступен те, у кого нету микрофона, те, у кого на фоне шумно, кто стесняется. Да, много разных вариантов есть, вы можете писать в чатик. Те, кто не стесняется и у кого есть микрофон, соответственно, можете общаться со мной, непосредственно задавая вопросы именно вот уже голосом. Я буду рад. Вот, да, соответственно, на тему того, у кого не получается где-то посещать лекции, где-то еще что-то, тут, к сожалению, не будешь всем, как-то, всем не угодишь. Всегда будут те, у кого будут сложности, у кого-то там работа посменно, у кого-то где-то там детки не с кем оставить еще как-то. Вот, соответственно, в принципе, не переживайте, будут записи. Я стараюсь все лекции записывать, потом их выкладываю. Есть записи предыдущих сезонов, они вам тоже будут доступны, можно будет смотреть, сравнивать, слушать, в общем, все для вас. Я доступен для консультации постоянно, на постоянной основе, то есть, как бы, контакт мой уже у вас есть и так далее. То есть, соответственно, про это я все тоже буду вам рассказывать. Сегодня что я хочу, я, наверное, с вами расшарю уже экран. Так, your entire screen, бла-бла-бла. Так. По идее, вы должны видеть мой скрин. Вот, я сделаю на весь экран. Вот, соответственно, сегодня с чего хотелось бы начать? С того, что я вообще расскажу, что это за курс. Я расскажу немножко про себя. Если еще кто-то не наслышан, я расскажу, что нас ждет. И, в принципе, если у нас останется времечко, то начнем потихоньку уже изучать теорию. То есть, вначале будет немножко теории. Потом уже больше таких всяких практических знаний буду вам передавать. Соответственно, кто я такой? Почему я здесь сижу? Почему я буду выносить вам мозг? Почему вы будете меня слушать? Возможно, будете не факт, конечно, как-то. Но это не точно. Меня зовут Дима. Давайте сразу договоримся на ты. Я, конечно, стар, как кое-что мамонта. То есть, как бы уже седой на всю бошку. Но все-таки, как говорится, приятно себя чувствовать немножко молодым. Поэтому давайте на ты. Далее, в принципе, что? У меня достаточно большой опыт за плечами в IT-сфере как таковой. Первый курс, как я там многим по телефону уже рассказывал, соответственно, будет содержать в себе информацию не только о тестировании как таковом. То есть, в этот же курс будет входить в целом введение в IT-индустрию. Потому что большинство из вас, кто присоединился, или чуть ли не все, это люди с разных других сфер. То есть, у меня тут и продавцы были, и медики были, и даже работник вида у меня учился. Мне тогда так сказали, а так это... Опс. Даже работник вида учился. Тоже было все. И, соответственно, в целом люди, которые об IT, только слышали где-то что-то. Соответственно, я буду рассказывать, что такое IT, как происходит разработка программного обеспечения, какие процессы, что за чем следует, какие люди там работают, как с кем общаться и так далее, и так далее. То есть, я буду очень много этому тоже посвящать временем. Помимо самого тестирования, помимо самих знаний IT-шки, у нас еще будут с вами лекции по базам данных. Я расскажу вам, что такое база данных. Немножко истории коснемся. Я расскажу, как устроены современные базы данных. Я научу вас писать запросы в базу данных. То есть, соответственно, вам это тоже нужно будет. У нас будут основы HTML, CSS. То есть, вы должны понимать, что такое HTML, что такое CSS, из чего состоят странички, как они выглядят. То есть, соответственно, я вам расскажу, как это все посмотреть, пощупать, попробуем сами что-то написать. У нас будет отдельная лекция, либо даже полторы, на тему того, что такое собеседование, как там выжить, зачем, почему. То есть, кто придет на собеседование, какие вопросы будут задавать, как относиться к нему. Но, понятное дело, что все равно все придут в большинстве в своем дотрясучке. То есть, расскажу реальных историй жизни, над которыми поржем. И будет веселая лекция. Наверное, самая веселая лекция из всех. Да, соответственно, какие-то параллельные еще будут воркшопчики разного рода. А именно, как работать с документацией у нас. Вот-вот планируется воркшоп. Он будет вам тоже доступен. Следующее воскресенье вечером у нас планируется воркшоп по фронт-энду. Это все за бесплатно. Мы просто играемся, просто наслаждаемся жизнью. Соответственно, я эти ссылочки, когда будет все доступно, я покидаю. У кого будет время и желание, можете присоединиться. Повторюсь, меня зовут Дима. Я где-то около 8 лет, чуть более, в QA. Именно как тестировщик. У меня айтишное образование за спиной. Абсолютно бестолковое, латвийское. Нет смысла. Соответственно, у меня за спиной опыт администратора. У меня за спиной опыт разработчика, фуллстек-разработчика. У меня за спиной в целом 17 лет айтишки. То есть я 17 лет вообще в целом в айтишке. Это и администрирование сетей, разработка на PHP, разработка на Java, база данных. Короче, чем только я не занимался. В результате благодаря одноклассникам остановился на тестировании. Но в целом про программирование тоже не забываем. То есть моя карьера именно как тестировщика начиналась в одноклассниках. Я тогда пришел туда. Ну меня позвали. Я думаю, блин, ну пойду, ладно. То есть в моем понимании была работа тестировщика. Это, блин, ну сидят какие-то упыри. Что-то там тыркают. Пьют гадусную колу. Покрываются прыщами, мхом. То есть как бы, ну иногда там смотрят порнушку. Простите. Уберите детей от экрана. 18+. Вот. Соответственно, как бы потом я понял, что ни хрена это не так. Не все так просто оказалось. Работал в For Finance. Работал в MeaWallet. Такая небольшая прекрасная компания, о которой до сих пор с теплом в душе вспоминаю. Sun Finance. Сейчас, на данный момент, работаю в BIL.me. То есть в целом я прошел путь от джуниора, в принципе, до лида. То есть до head of. То есть до руководителя отдела. Вот. В мои обязанности входило и практическое тестирование, и воркшопы. То есть в целом и менторство, и документация. Документация – это ужас вообще. Вот. Никто не любит документацию, но про нее мы тоже будем с вами говорить. Вот. И менеджмент. И, в общем, короче говоря, есть что с вами поделиться. Есть что вам рассказать. Надеюсь, вам будет интересно. Следующий слайд – самый важный слайд. за всю историю курса, лекций, вообще всего. Это самый важный слайд. Его надо, не знаю, распечатать, повесить где-то рядом с собой, там где-то, не знаю, просыпаться и этот слайд повторять как мантру, и так далее, и так далее. Ребята, пожалуйста, задавайте вопросы. Это очень и очень важно. Если бы не было вопросов, не было бы Гугла, не было бы Яндекса. У нас, к сожалению, менталитет такой, что мы очень сильно зажаты в плане задавания вопросов. Каждый считает, что, блин, ну вот, задам вопрос, покажусь идиотом, не хочу быть тупее, как все. По-любому все вокруг знают намного уже больше, чем я. То есть это стандартно, 100%, без проблем. Ну как, ну уже проходили это, никуда от этого не деться. То есть по-любому все знают намного больше. Ребята, нет. Мы все с вами сюда пришли, встретились для того, как раз, чтобы учиться, чтобы набираться знаний. Вы пришли сюда, тратите, пускай небольшие, но собственные денежки. Вы пришли сюда и тратите самое дорогое, что у вас есть, что вам не вернуть. Деньги заработать можно. Это ваше время. Поэтому я здесь для вас. Используйте меня. Используйте меня полностью. То есть задавайте вопросы. Это и вам хорошо. Я вам буду отвечать. Вы будете получать знания. Мне хорошо, потому что на базе ваших вопросов я потом дальше переписываю курс. Ки-1 курс, он переписан уже в 8 раз. Ки-2 курс переписывается в 14 раз. То есть как бы курсы становятся лучше, информативнее, более таки. То есть, ну, по крайней мере, те, кто смотрел какие-то там записи, где-то там фиг знает с каких лет еще. То есть курсам уже почти 5 лет. Те говорят, что, блин, ну, разница офигенная. Что, в принципе, приятно слышать. Поэтому прошу вас, задавайте вопросы. Задавать вопросы можно во время презентации. Ребята, я не заучиваю презентации. Я не готовлюсь, как вот многие есть, что там перед зеркалом строго по часам. Нет, абсолютно. Меня можно остановить в любой момент. То есть включаете микрофон, там это... То есть как бы остановимся, зададите вопрос. Я отвечу на ваши вопросы. Пишите вопросы в чат. Периодически я на него поглядываю. Будем, соответственно, с этим чатом тоже работать. Буду стараться не пропускать вопросов. Вот. Если все-таки вдруг, ну, по какой-то причине, ну, совсем неловко задавать вопросы, ну, или там, не знаю, ну, потому что сколько бы я ни говорил, что, ребята, вопрос – это хорошо, что не бывает глупых вопросов. Моя любимая фраза еще в последнее время есть. Лучше задать вопрос здесь на лекции, чем потом обосраться на собеседовании. Уж простите за мой французский. Вот. И, соответственно, ну, если вдруг все же, там, как говорится, там, неловко или еще что-то, ребята, есть WhatsApp. В WhatsApp есть группа. Стесняйтесь в общей группе задавать вопросы. Задавайте мне в приват. Я по возможности стараюсь отвечать. То есть где-то я могу быть занят, потому что у меня тоже полноценная работа есть фулл-тайм. Так. Кто-то к нам еще хочет присоединиться. Секунду. Вот. У меня есть полноценная работа фулл-тайм. Соответственно, я днем там и периодически отвечаю на вопросы. Опять-таки тоже в WhatsApp у нас есть официальная группа, ссылку на которую я вам давал в имейлах. То есть там старайтесь лишнее не флудить, то есть лишнее не писать. Вот. Потому что чем это чревато? Тем, что люди мьютят эту группу. Вот. И потом какая-то важная информация, она проскакивает мимо людей. То есть все-таки это группа больше для информации, для официальной информации, либо для каких-то ваших вопросов именно касаемо курса. Для тех, кто хочет, кому скучно, кому хочется просто потрындеть. Есть чат-болталка там. Народ еще с предыдущих курсов есть. И периодически там холиварчики разные происходят. То есть как бы можно пострадать фигней. То есть там, пожалуйста, то есть тот чат обычно у всех замьючим, включая меня. Вот. То есть там можно посходить с ума. Вот. Ну и, соответственно, в приватах я вам тоже доступен. Welcome. Пишите. Имейлы. Можно писать мейлы. Но я вам честно скажу, я очень не люблю отвечать на имейлы. Я делаю это крайне редко. Поэтому это не лучший способ меня достать. Идеальный вариант взрослого человека. Есть вопрос. Позвоните. Если я не где-то на собрании, если я не где-то с кем-то там контактирую, я вам отвечу сразу. Если я где-то на собрании, я вам потом перезвоню. Не волнуйтесь, я всегда перезваниваю. То есть задали вопрос. Не надо сидеть там набирать эти горы текста, потому что вас у меня много. И иногда бывают такие дни, когда пальцы просто отваливаются. Особенно к концу курса, когда все вспоминают. Домашку делать надо. И давай вот домашку фигачить. Вот. То есть, как бы, соответственно, по телефону это намного быстрее и намного более удобно. Поэтому не стесняйтесь, звоните. Три строчки. Вот. Вот. Вот они тут вот даны. Мой номер телефона. Два имейла. Абсолютно. Один мой личный, другой типа рабочий. Но пофигу, потому что и там, и там сижу я. Ваши домашние работы, которые вы будете делать, их на первом курсе будет не так много. Но они будут. Присылайте на любой из этих имейлов. Вот. Соответственно, я повторюсь. Не бывает тупых вопросов. Пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. Вопросы есть? Пока все ясно. Пока все ясно. Хорошо. Соответственно, если мы говорим про сам курс, то это... Так. Артур, я тебя замьючу. Извини. Так, ага. Хочу спросить, а будет ли запись? Я просто параллельно ничего отработаю. Да-да-да, запись есть. Я записываю. Надеюсь, что там все получится и все будет. Вот. Запись идет. Вот. Соответственно, на тему курса это, в принципе... А можно работать? Да, конечно. Смотрите, а если там самых умных, трудоустраиваете как-то или нет? На тему трудоустройства следующим образом идет. Обычно, ну, скажем так, я не советую искать работу после первого курса, потому что после первого курса вы ручные тестировщики, и ручных тестировщиков вакансий достаточно мало. То есть, народ получает, но вакансий не так много, как на тех, кто уже обладает навыками автоматизации. И в чем проблема? Во-первых, сложнее найти. Во-вторых, особенно у начинающих, у джинеров, кто меняет ввиду нашей психологии, ввиду нашей скромности там, где ей не место. Получается так, что одно место отказало, другое место отказало. И в большинстве своем люди это воспринимают не так, что, ну, пойду еще посмотрю, либо пойду доучусь, еще раз попробую. Люди это воспринимают как разочарование. То есть, как бы, у людей опускаются руки, люди начинают огорчаться. Поэтому, в принципе, я всегда стараюсь, скажем так, уговаривать людей искать работу после второго курса, потому что после второго курса работу найти в разы, в разы проще. То есть, джинеры, автоматизаторы нужны, и, то есть, вакансий много. Обычно к концу курса, вот сейчас у меня курс, он закончился, Q2, сказать, что я кого-то могу уже посоветовать. Вот, ко мне обращались, мне уже некого советовать, потому что все, кто учились, и все, кто красавчики или красотки, вот, те уже работают, они уже понаходили работу. Обычно со всего потока есть срез примерно процентов 20 учеников, которые действительно фигачат, и прям, прям, вот, можно сказать, да, вот, прям нужен вам этот человек. Вот, но, к сожалению, как к тому моменту, когда ко мне обращается компания, они почему-то уже все разобраны. Вот, но в целом, да, то есть, как бы, компании есть знакомые, которые пишут, которым нужно. То есть, я еще работаю в содружестве с рекрутером хорошим, прекрасным. То есть, как бы, там тоже, если вдруг нужны джуниоры, тоже предлагаем своих и, как бы, со мной сотрудничают, поскольку я еще на каждого из вас пишу потом еще рецензию и отзыв. То есть, как бы, ну, сразу. Я не скармливаю абсолютно всех, ко мне приходят компании, я узнаю, кого надо, потому что часто бывает, что подбираем не только по навыкам, по знаниям, а еще подбираем по характеру. То есть, как бы, ну, не будет для никого открытием, что у нас билингвальная страна, и зачастую, например, в чисто, например, латышско-говорящем коллективе про русскому человеку будет достаточно сложно. И наоборот, то есть, ну, мы банально друг друга юмор не понимаем, еще как-то. Не хочу тут рознь разводить, но на самом деле сложности в этом всем есть. Поэтому зачастую мы еще подбираем по характеру, по тому, кто ху из ху. Вот, поэтому, да, то есть, максимально стараемся помогать. Но я говорю, что обычно к концу курса уже особо и некому помогать. То есть, как бы, все уже устраиваются. Ну, смотрите, вот этот вот курс, это считается первый курс, правильно, на котором мы сейчас проходим? Он примерно полгода, да, будем говорить? Ну, нет, полгода точно нет. Я бы рассчитывал где-то примерно 4-4,5 месяца. Ну, хорошо. Ну, то есть, два курса – это год, можно сказать, да? Тут два варианта. Либо вы берете один за другим, и, соответственно, у вас получается, ну, где-то примерно 9-10 месяцев два курса. Либо вы берете параллельно, если позволяет время. Потому что есть люди, кто хотят быстрее это все начать, и они берут это параллельно. Но тут надо смотреть, чтобы было время, потому что на втором курсе домашек больше, и они чуть-чуть сложнее. Ага. А как брать параллельно, если там много чего первого, например, там мы еще не прочитаем? А курса, оба курса, они сделаны так, что они дополняют друг друга. То есть, они не конфликтуют между собой. Ага. Интересно. Согласен. Мне тоже нравится. Ага. Хорошо, спасибо. Да на здоровье. Вот. Два курса. Давай. Во-первых, какой обычный ваш разговорный язык внутри коллектива в этих компаниях? Бывает это английский? Бывает, но редко. То есть, у нас, в принципе, в большинстве своем это либо латышский язык, есть компании, которые изначально не были исключительно латышские компании. Это, например, в большинстве своем Латтелеком, это ЛМТ, это исключительно латышеско-говорящий коллектив, и все на латышском. Так, кто ж мне там так активно пишет? Так, секунду, я посмотрю. Люблю людей, которые пишут по одному слову в одном сообщении. Так. Ух ты ж, е-мое. Так, ладно. Это уже потом. Вот. Соответственно, в большинстве случаев это либо билингвальный, либо русский коллектив. То есть, зачастую это билингвальный коллектив. Ну, по крайней мере, там, где я работал. Ну, кроме одноклассников. Хотя нет, в одноклассниках тоже у нас были латышеско-говорящие, поэтому там их было меньше. Но в основном, в остальных компаниях это билингвальный язык полностью, то есть, это латышский-русский. Вот. Таких компаний, где у тебя идет повседневное общение на английском языке, их мало. И в основном они начали появляться сейчас в период пандемии, когда все перешло на удаленку. И, например, разного рода американские компании начинают набирать тестировщиков у нас, например. Да, и вы как бы работаете удаленно. И вот там общение происходит на английском языке. На тему английского языка я тоже вам сразу скажу. Не надо думать, что в айтишке от вас требуется прямо космический уровень знания английского языка. Абсолютно нет. То есть, самый базовый уровень, чтобы вы могли хотя бы что-то рассказать. Потом, поверьте мне, если компания, которая именно ведет свои переговоры, документацию на английском языке, она... То есть, вы научитесь по-любому. Если, и более того, даже многие компании, они оплачивают курсы английского языка. То есть, вы за счет компании можете еще потом пойти учить английский язык. Но обычно, когда вы общаетесь там с клиентами, общаетесь со своей командой, которая где-то еще в другом месте сидит, вот, еще как-то на английском языке очень быстро, вот, когда есть практика, очень быстро он наверстывается. Потому что я в свое время начинал, я пришел, у меня английский язык такой слабенький был. И у меня была, знаете, вот есть такая ситуация, когда на улице подходит к вам иностранец и спрашивает, слушайте, а как пройти туда-то, туда-то? И ты такой... А потом он уже ушел, ты такой думаешь, блин, надо было сказать так, надо было сказать так, надо было сказать так. И вот после этого ты такой умный, блин, весь офигенный. То есть, вот, примерно уровень был такой. Ничего, за полгода очень быстро натаскали, без всяких курсов, без ничего. Английский несложный. Хорошо, второй вопрос. А на сколько цели сложно бежать и получать сертификат ISTQB? ISTQB. Вам рассказывать про ISTQB как надо мне рассказать, либо по чесноку? По чесноку. Хорошо, но я вам этого не говорил. ISTQB, на самом деле, я абсолютно против этого сертификата, это абсолютно бесполезный сертификат, он за собой ничего не несет толкового. Единственное, у нас как, есть два типа IT-компаний. Первая IT-компания, вариант, это компании, которые работают на свой продукт, это все вот эти вот микрокредиты, это вот For Finance, Sun Finance, все эти вот Finance, они работают на свой продукт. То есть, у них же свой отдел айтишников, и этот же отдел айтишников пашет на эту же компанию, на продукты этой же компании. Это то же самое в большинстве случаев Владтелеком, это что у нас еще есть, ну, Белмия сейчас работает тоже, свой же продукт разрабатывают. Вот, то есть, в принципе, это те компании, которые работают на свойственный продукт. И есть второй тип компаний, это так называемый аутсорс. Аутсорс – это те компании, которые работают на проекты клиентов. Это такие гиганты, как Accenture, CityCo, Tieta и многие-многие другие большие компании, они работают на заказчика. И вот как раз вот эти сертификаты, они нужны для таких вот больших компаний, для аутсорсеров. Почему? Потому что чем большим количеством бумажек ваша тушка обложена, тем больше она стоит за килограмм. То есть, как бы странно это ни звучало, но это действительно так. Раньше CQB-сертификат, наличие его при поступлении на работу, играл какую-то роль. Сейчас, слава богу, ну, они лажанули в какой-то момент, они начали менять вопросы, и они там совсем заигрались. И там такие иногда пошли приколы, что CQB-сертификат потихоньку все больше и больше теряет свои значимости, слава богу. Я сейчас расскажу, что это за сертификат. Но вы приходите в компанию, и обычно за счет компании вас просят пойти и сдать на него. То есть, вы приходите в Accenture, вы приходите в Emerging, бывший Exigen, приходите в Tieto, в Cetico. Если компании нужен этот сертификат, чтобы он у вас был, обычно компания оплачивает вам сдачу этого сертификата, и, соответственно, вы идете и сдаете. Почему я против этого сертификата? Потому что под собой он не несет никакой пользы. Это чистая теория, при том теория настолько отдаленная от реальной практики, от реальной жизни. И на собеседование приходит человек, которого в руках этот CQB-сертификат. Меня обычно в этот момент HR держит, типа, неизверствует, неизверствует. Потому что я очень не люблю, у меня это как тряпка красная для быка, этот сертификат. Да, теорию он знает. Он ее вызубрил. Но он даже не понимает, как она применяется. И более того, 98% всей теории, которую вам придется вызубрить для того, чтобы сдать этот CQB-сертификат, она неприменима на практике. Она настолько далека от реальности. То есть, это какой-то не то, что даже идеальный мир, это сверхидеальный космос. То есть, это настолько далеко. Тот небольшое количество теорий, которое вам необходимо будет для собеседования, для того, чтобы вы могли общаться с коллегами, для того, чтобы вы понимали, что происходит на работе, я вам дам в рамках лекции. Большего вам реально не надо. Когда вы идете сдавать на сертификат, вот на этот CQB, у вас вот такой силабус, то есть, это такой талмуд, он где-то здесь даже валяется распечатанный, есть, с теорией, которую, в принципе, осознать даже они сами не могут. Очень часто бывает такое, что после экзамена приходят студенты ко мне в класс, и мы сидим, пытаемся разобрать задания. Некоторые задания я не могу понять. Я писал им с просьбой, поясните, почему вот правильный ответ вот этот, а не вот этот, а они сами не могут ответить. То есть, как бы, настолько уже они там завернули. Более того, к сожалению, экзамен сам по CQB, если вы его посмотрите, он проверяет не столько знания тестирования, сколько знания английского языка. У вас даются там, например, три варианта ответа, они все одинаковые, меняется какой-то оборот какого-то слова в английском языке. Вот. И, соответственно, меняется какой-то смысл. И получается, что проверяют по факту знания английского языка, а не самого тестирования. И получается, что в результате силабус этот никто не читает этот весь талмод, находит ответы в интернете и просто вызубривают. И идут потом сдавать. Соответственно, ну, можете представить, насколько бесполезно это занятие. Но аутсорс-компании хотят, чтобы он был, чтобы ваша тушка стоила дороже. Еще раз. Ты сказал, что люди, компании, где, как правило, не требуется ISTQB, это компании, которые работают на своем продукте. Да. Разве нету так, что, например, в том же самом форме, это группа разработчиков, тестировщиков, аналитиков, и их продукт уже настолько зализанный, настолько выработанный, весь мастер просто облизанный и вылизанный, как хранительная трубочка, и что попадает любой там дополнительный продукт, просто от нечего делать, они его там полчаса ржут. Ну, ребята, ты сейчас рассказал, что такое сказочное, мифическое. Никогда не будет вылизанного продукта, вы нигде его не найдете. То есть вы придете работать в проект, который будет на костылях и палках. Почему? Потому что в IT очень огромные темпы, и все, что надо сделать, это все должно быть сделано позавчера, то еще и в прошлом году. Соответственно, на написание красивого кода, на написание красивого продукта времени нет. То есть это реально все сделано из костылей и палок. То есть я уже не буду говорить истинную фразу, мало ли там дети, либо собак травмируют, кто там рядышком с вами. Но идеального продукта никогда не будет. И там багов будет, поверьте мне, 100-500. И когда вы будете тестировать, в большинстве случаев, то есть у меня практика более 8 лет в тестировании, у меня не было ни разу такого момента, когда у меня было время хотя бы просто документацию пописать. То есть как бы все просто фигачишь, фигачишь, фигачишь. В каждом проекте, где я работал, было куча открытых багов. Куча открытых багов – это значит, что на продакшене, то есть у клиента, клиенту отдан продукт с уже давно известным количеством багов определенных. То есть просто баги, они тоже… То есть есть такие, с которыми клиенту нельзя отдавать продукт, а есть такие, с которыми пока можно жить. То есть потом когда-нибудь пофиксим. Но обычно это потом почти никогда не настает. То есть как бы… Но идеальных продуктов не будет, тем более вылизанных и всего остального. Более того, ForFind тот же самый, он, насколько я знаю, аутсорс продукты не берет. То есть он работает чисто на свои продукты, но он развивает свой продукт. Я так понял. Еще вопросы кем? Окей, ладно. Если вопросики будут появляться, то задавайте, тормозите. Про сам курс. Да, соответственно, официально это 11 лекций. Рассчитано 10 лекций. Я вам читаю курс. 11 лекция – это выпускной. Я надеюсь, что к нашему выпускному хотя бы снимут эти ограничения. Мы сможем, как там уже в чате договаривались, как говорится, стимул отметить выпускной. Обычно мы собираемся в классе. Обычно я там говорю какие-то напутственные умные слова, дискутируем на разные интересные темы. Ну, понятное дело, стол накрываем, то есть дипломы выдаем, сувениры и так далее. Каждая лекция по 2 часа. Идея в чем, что, честно признаюсь, в 11 лекций мы никогда не вкладывались. Почему? Потому что изначально эти курсы сделаны не для заработка. Эти курсы, можно сказать, вообще профита никакого особого не несут. За счет этого можно держать нормальную цену. И эти курсы сделаны для души, чтобы уйти от рутины. То есть я, в принципе, прихожу сюда к вам для того, чтобы просто пообщаться с хорошими людьми, чему-то вас научить и сделать чего-то хорошее. Вот, соответственно, поэтому я не стараюсь уложиться в определенное количество лекций. Количество лекций может быть в целом от 13 до 17 лекций доходило. То есть очень варьируется. Зависит от того, сколько вопросов задают. Ну, вопросы задают, соответственно, мы немножко притормаживаем на какое-то время. Потом нагонять, спешить, игнать я не хочу. То есть я хочу вам отдать всю информацию, что у меня есть. Где-то кто-то что-то услышал, мы разбираем дополнительно. Где-то я понимаю, что мы забуксовали, надо вернуться, напомнить еще раз, где-то попрактиковаться побольше, еще что-то мы практикуемся. То есть, соответственно, те, кто хотят вот ровно в 10 лекций вложиться, сразу говорю, это не сюда, без обид, ребят. То есть как бы здесь немножко другая цель, другая идеология. То есть курсы сделаны вот именно для души, сделаны именно для кайфа. По 2 часа каждая лекция. Меньше нет смысла и так мало. Больше высидеть сложно. 2 часа – это максимум, что человек может быть сосредоточен. Это вот… Потому что потом начинается там, особенно даже в классе, там начинает уже из дома звонить, уже мама, папа, ты где? Вот, начинается там желание пойти покурить, попить и так далее. Лекция, в принципе, 2 часа. Обычно в середине мы стараемся сделать перерыв на где-то примерно 5 минут, испить водицу, сделать кофея, сходить по своим делам там и так далее. То есть, ну, это по вашему желанию. Вот. Домашняя работа на первом курсе будет. На первом курсе домашка, она не такая сложная, как, например, на втором. Второй, потому что там уже программирование идет, там уже где-то надо посидеть, подумать, покумекать, попробовать, попсиховать, выкинуть клавиатуру в окно там, выжирать мозг тем, кто рядом находится. На первом курсе все немножко проще. Тут мозг выжирает мне. Вот. Я являюсь вашим, как это, психологом лично в этом плане. Вот. Но домашка будет. Соответственно, я вас настоятельно… Я понимаю, я сам студентом был, я все прекрасно понимаю. Ребят, ну, старайтесь немножко заранее делать, потому что потом обычно конец курса, последние два дня, вот реально, и мне ночью начинает, вот буквально вот мне в субботу выписывать дипломы, например, да, и мне вот с пятницы на субботу в ночь просто вот начинает там по 60-70 домашек фигачить. То есть, как бы, народ… Я сам был студентом, я не могу вас за это осуждать, сам был таким же, то есть, как бы, ну, постарайтесь чуть-чуть, пожалуйста. Вот. Соответственно, понятное дело, никто за домашки вас ругать не будет, мы будем разбирать, то есть, либо я буду стараться отвечать каждому… Так, привет. Либо я буду стараться каждому отвечать по домашке, либо, если там где-то что-то незначительное, я обычно собираю общие проблемы, и потом эти общие проблемы до вас доношу. Вот. Все, что представлено на этом курсе, этот курс, он не такой, как везде. Этот курс построен не на базе теории, этот курс построен на базе личного опыта. То есть, все, что в этом курсе, это все, что встречается на интервью, то, что встречается в реальной жизни, то, что встречается в реальной жизни не в одной конкретной компании, а во многих компаниях. То есть, чем больше, тем больше моих студентов работают в разных компаниях, они делятся тем, что у них, что у них на собеседовании спрашивали, что у них в компании творится, то есть, и, соответственно, на базе этой всей информации я немножко курс корректирую для того, чтобы вам это рассказать, чтобы у вас не было такого, что вы пришли на собеседование, такие, а что это, а еще хуже, потом пришли на работу, первый рабочий день, и вы такие, как у меня было, то есть я пришел в Одноклассники, сейчас в компанию вы приходите, у вас первые точно 2-3 недели, это так называемый онбординг, когда к вам приставляют человека, вас плавно вводят в курс дела, вам рассказывают о том, что, как, чего, где, что посмотреть, где, как работает, какая структура проекта, все время я пришел в Одноклассники, тогда этого еще не было, они говорят, вот, твои 5 проектов, за один день меня втолкали информацию, я вышел после первого дня, у меня было реальное ощущение, что мне вот просто арматуру в бошку вбили по самой гланды, то есть вот еще злобный гном ее там это расшатывает, вот, сейчас, слава богу, в этом плане помягче, ну и хочется так, чтобы вы пришли, посмотрели так, типа нам про это рассказывали, про это рассказывали, тут, в принципе, я знаю, тут чуть-чуть доучиться, все нормально, чтобы для вас было минимально стрессов, поэтому, в принципе, все, что здесь будет, это примеры, это теория, которая непосредственно нужна на работе, то есть не просто какая-то теория, которую вы никогда в жизни использовать не будете, а именно на практике. Какие-то задачи, которые мы будем с вами делать, практически это тоже все, что собрано с реального мира, то есть с реальных компаний, с реальных собеседований, все это будет зааккумулировано, то есть все это вы пройдете. По окончанию, понятное дело, будет сертификатик. Вот, так, да, то есть, соответственно, опять-таки, практика. Самое основное, что хотелось бы именно в этом курсе, то есть в первом, это больше практики, каких-то практических знаний, поэтому, в принципе, у нас, наверное, первые две лекции, это будет такое более теоретическое, то есть вот именно теорию вас затолкаю, которую я потом буду вас мучить, последующий весь курс напоминать. Почему? Потому что на собеседованиях, как и Рига, маленькая, знакомств очень много, и когда кто-то из вас ходит по собеседованиям, в большинстве случаев потом мне прилетает фидбэк. И до определенного момента мне прилетал фидбэк о том, что, типа, да, говорит, ну, практическое задание даешь, типа, как бы, твои студенты его делают без проблем, но, типа, теоретические знания у них хромают. Почему? Потому что первые две лекции я теорию даю, и потом про эти лекции все успешно забывают. Вот, поэтому я буду периодически об этих лекциях напоминать, где-то будем тестики всякие делать на знания, именно теории. Почему? Потому что сейчас, особенно когда интервью проходит удаленно через видеосвязь, у компании ничего другого не остается, как проверять ваши теоретические знания, потому что на практике там, ну, мало что можно поделать через удаленку. Вот. Соответственно, я буду делиться с вами практическими знаниями. У нас будет, ближе к концу курса, у нас будут практические занятия, где мы будем тестировать. Тестировать я буду рассказывать, как лучше, как хуже, что нашли, что не нашли. Вот. На следующей лекции получите первое свое домашнее задание, и на базе этого домашнего задания через лекции 7-8 вы поймете, насколько вам стало проще тестировать, насколько больше ошибок вы видите. То есть, как бы все плюс-минус замазано на практике. Вот. Соответственно, мы будем смотреть о подходах тестирования с разных сторон. Это будет и тестирование фронт-энда, это будет и тестирование логики. Я расскажу про тестирование мобильных телефонов. Немножко затронем и тестирование нагрузки, тестирование безопасности. То есть, все это я вам тоже расскажу, все, что вам надо знать об этом. Вот. Начнем потихоньку цеплять тоже автоматизацию. В теории я буду рассказывать, что можно заавтоматизировать, зачем это надо, зачем не надо. Вот. Домашние задания желательно, чтобы были сделаны. Изредка, изредка бывают такие уникумы, которые, ну, офигенно себя показывают на лекциях. Я понимаю, что, да, человек знает, но просто, как говорится, домашку мулен делать, то есть, как бы еще прокатывать. Но это бывает редко. Вот. Большинство задач, вот как я уже говорил с интервью, я буду рассказывать очень много именно еще психологии. Почему? Потому что в IT очень разные люди собраны. Разработчики, специфические люди. Притом, я заметил, что даже очень сильно отличаются по языку программирования. То есть, джависты, те, кто на джаве пишут, это одного типа жалюди. Пехоперы, те, кто на PHP пишут, это другого типа люди, склада ума. То есть, соответственно, помимо этого, там есть еще дизайнеры ранимой души. То есть, с дизайнерами по-своему надо общаться. Вот. И, соответственно, я буду про это тоже все рассказывать. Да, ребята, еще один такой момент. Самое сложное в том, чтобы преподавать вам тестирование, преподавать вам что-то связанное с IT, это контролировать свою чертову речь. Есть какие-то моменты, которые терминология кажется тебе, ну, с тобой терминология уже 15 лет, и тебе это кажется как вот, ну, само собой разумеется. И иногда очень сложно эти слова вылавливать и понимать, что для вас это новое слово, и вы не понимаете, что это значит. Поэтому, если вдруг вы слышите какой-то термин, какое-то слово, которое вы не знаете, что значит, вы меня тормозите и говорите «поясни за слово». То есть, как бы, обязательно. Лучше вы меня спросите, чем потом будете где-то там на собеседовании не понимать, что это. Вот. Ну, и, соответственно, да, помимо дипломчика, я еще стараюсь какие-то приятные сувенирчики в конце делать. То есть, как бы так, чтобы у вас на память что-то осталось теплое, светлое и прекрасное об этих курсах. Вот. То, что нас ждет, отчасти, в общем, я уже рассказал с вами. То есть, ну, соответственно, мы будем изучать теорию, мы будем изучать принципы, процессы тестирования, типы тестирования, цели тестирования, вообще что такое тестирование, кто такой тестировщик, вот, и так далее. Мы будем с вами изучать и очень много говорить о таком понятии, как «business required». То есть, это требования, это документация, которую нам предоставляет заказчик, которую менеджеры и аналитики пишут вместе с заказчиком. Это документация, которая будет наша, тестовая документация. Это все тест-планы, чек-листы, баг-репорты. Я буду рассказывать, как это правильно оформить, что ценится, а что не надо делать. То есть, все про это будем. Вот. Мы будем тестировать UI. То есть, UI – это User Interface, это внешняя часть вашего продукта. Это то, что любой пользователь может своими глазами посмотреть, потыкать, покликать, там, потапать. Про это будем тоже много говорить. HTML, CSS я уже говорил, SQL я уже говорил, функциональное тестирование, я расскажу, что такое белые-черные ящики. Всяко-разные тестирования на совместимости и так далее. Тоже все будет. Основы тестирования безопасности, основы нагрузочного тестирования, все тоже сюда же. Я расскажу, что такое agile, потому что очень многие, кто где-то возле IT крутился и слышал, сейчас в компании очень много, типа, мы agile-oriented company, там, типа, agile-oriented team. То есть, как бы, мы вот работаем по agile, 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 agile. То есть, вы должны знать, что такое agile, на что он там делится, как это происходит. И даже будет такая домашняя работа по agile, которая вызывает обычно очень много вопросов почему-то. Я буду рассказывать вам очень много персонального экспириенса, то есть, каких-то историй, примеров именно из персонального опыта, потому что в свое время тоже, я когда начинал в тестировании, по-моему, первые 2-3 полугодия получал фидбэк от менеджера, что, типа, первый человек на моей памяти, который собрал все подводные камни, которые можно было собрать. Поэтому я вам могу рассказать о всех ошибках, которые можно совершить в тестировании. И, соответственно, я буду про это с вами делиться. Ну и очень много, что мы будем говорить именно про интервью, потому что, наверное, это для джиньора самая важная и самая сложная часть вообще всего, что происходит в IT. Вот это первое интервью, ввиду того, что почему-то это очень страшно, почему-то этого всего боятся, приходят на нервах и так далее. То есть, как бы я буду вам рассказывать, что вас там ждет, и, соответственно, зачем, почему и как. Вот. Вопросы есть по организационной части? Нету? Нету. Анастасия написала, что да, типа 10 лекций, это 2,5 месяца. Но, как я уже сказал, это будет не 10 лекций, а, скорее всего, это будет больше лекций. И иногда бывает такое, что какую-то лекцию приходится отменять. Бывает, что где-то в здании что-то делают. Ну, по вечерам обычно нет, по выходным вот приходилось. Где-то мне необходимо, например, быть в другом месте, не в Риге, там по работе еще как-то. А где-то я и могу иногда тоже приболеть, тоже, в принципе, человек. Вот. Иногда. Бываю. Редко. Вот. Хорошо. Если вопросов нету, тогда давайте пойдем... Извините, я перебью. Давай. Добрый вечер. Да, я хотел спросить, занятие будет каждый день вечером в 7 часов или определенные дни? По понедельникам. Только по понедельникам. Да, чаще, чаще сложнее вы с ума сойдете, потому что у всех работа, дом, дети, свои дела есть. Пробовали делать интенсив два раза в неделю, не прокатило. Притом те, кто как раз-таки просил, те как раз и не смогли, потому что, ну, это очень сложно. Тут не все-то один раз в неделю могут потянуть. Окей. Что же такое IT? Записи, лекции на YouTube будут выкладываться, да, но не сразу же после лекции. Нужно будет какое-то небольшое время для того, чтобы я мог их смонтировать, поскольку пишутся там и имена где-то выскакивают, и еще что-то, мне надо там замазать, там GDPR, безопасность, там и все такое. Не могу выкладывать полностью, вот как оно есть. Вот, поэтому извиняйте, ребят, то есть, как бы какая-то задержка будет. Но я буду стараться выкладывать по возможности быстрее. То есть, как бы, обещаю. Вот, соответственно, что такое IT? В целом, IT это огромная-огромная сфера, которая развивается, 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 пухнет, пухнет, пухнет. Все ждем, когда же она уже там совсем распухнет. Вот, потому что пять лет курсом, казалось бы, выпускается куча IT-специалистов, и куда они все, то есть, а в результате спрос становится больше, 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 то есть, реально, то есть, как бы, и разработчики нужны, и тестировщики нужны. Тестировщиков толковых не найти, разработчиков толковых не найти, при том, что университеты выпускают IT-шников пачками, то есть, курсы выпускают IT-шников тоже пачками. Но есть один момент, что на Делфях буквально недавно была статья про то, что вроде как безработица достаточно большая, и с приходом ковида она еще и больше-больше растет, но все равно не найти хороших сотрудников, потому что я по себе знаю, мы когда кого-то ищем, там, или в предыдущих компаниях искали, я участвовал в интервью, и, к сожалению, в большинстве случаев это люди, которые приходят, они не хотят ничего делать, они хотят просто приходить на работу, сидеть свои 8 часов, получать деньги, и все. То есть, и, соответственно, получается, что вот приходит, например, человек, даже был случай вот из одной большой компании, пришел человек, у него CV космос просто, то есть, у него опыта дофига, знаний дофига, ну, судя по CV, опять-таки, тоже я там свечку не держал, вот, а он потухший, он пришел, и, ну, я понимаю, что он пришел только потому, что ему здесь чуть больше денег предложили, и в результате получается, а нафига мне такой человек в команде, который как бы, ну, он демотивирован, он не будет работать, и вот, когда приходят мы в свое время, в одной из компаний искали мануального тестировщика, даже не автоматизатора, а мануального тестировщика на тестирование как раз-таки фронт-энда, это вот это вот UI, это визуальной части всей, вот, приходили, мы искали три с половиной месяца, приходила куча народу, и все вот они, в большинстве своими-таки потухшие, и тут пришла девочка, такая вот, прям видно, глаза горят, все, вот ей сейчас выдай ноутбук, она сейчас уже сразу будет тестировать, такая все, у нее знаний не было столько много, как у многих других кандидатов, но тогда, я говорю, надо брать, HR тогда не совсем меня поняли, я говорю, надо брать, потому что, я говорю, знания мы дотянем, а человек просто будет херащить, потому что у нее видно, что у нее аж прям свербит, и получается так, что действительно мы взяли, команда была счастлива, она потом, правда, через год с копеечками в декрет свалила, то есть, как бы, это прекрасный повод, и все замечательно, но команда в трауре до сих пор находится, ее там уговаривали, типа, давай, Настя, вернись пораньше, пожалуйста, мы с твоим ребенком посидим, мы тебе няню оплатим, только вернись, но, увы, нет, но она фигачила, дай боже, и зачастую сейчас во многих компаниях, особенно в небольших компаниях, предпочитают взять хорошего джуниора, почему, потому что у большинства джуниоров горят глаза, у большинства джуниоров они очень замотивированы, они хотят работать, у них есть стимул, у них есть стимул расти, и где-то чуть-чуть доучить, и они пошли фигачить, вместо того, когда берешь какого-то там уже опытного тестировщика, у которого, например, 5 плюс лет опыта, ну, мало того, что он стоит сильно дороже, так он уже и уставший, то есть, как бы, он демотивирован, поэтому, в принципе, что самое важное, когда вы приходите на собеседование, это показать свою заинтересованность, это чтобы по вам было видно, что вы действительно хотите, у меня был же, опять тоже такой прекрасный пример, одна моя знакомая, она ушла в декрет, она работала тестировщицей 3,5 года, то есть, 3,5 года опыта в тестировании, это достаточно круто, ушла в декрет, она сидела потом с ребенком 2,5, почти 3 года, ну, так сложилась судьба, что с мужем разошлись, пришлось идти работать, вот, она очень не хотела, ей очень нравилось сидеть дома, и так далее, но как бы надо, вот, и она мне жалуется, говорит, меня нигде не берут, то есть, я не могу понять, меня нигде не берут, куда я не приду, мне все отказывают, я такой сижу, думаю, блин, 3,5 года опыта, то есть, как тебя не берут никуда, то есть, вот, ну, я говорю, давай с тобой встретимся, пройду тестовое собеседование, и просто посмотреть, что не так, мы с ней встретились тогда еще в Ариго, в Ганбэе, она пришла, я начал ей задавать вопросы, и все, а я по ней вижу, что у нее чуть ли не строка на лбу бежит, типа, я не хочу, мне похер, отвяньте от меня, то есть, как бы, кто вы такие, блин, что я тут делаю, то есть, вот, примерно так, то есть, как бы, у нее бежит строка о том, что она не хочет, и я ей тогда говорю, понимаешь, Свет, говорю, ну, вот, по тебе видно, что ты, вот, ну, не хочешь, что тебя сюда чуть ли не арканом притащили, я тогда, ну, там я это все расписал, она на меня обиделась, разругались, но через два дня она мне написала, спасибо, меня взяли на работу, то есть, она приняла к сведению, она повела себя по-другому, ее взяли на работу, то есть, зачастую, я скажу так, что в 98% в айтишке на собеседовании на первом месте стоите вы как персона, как личность, и только на втором месте уже стоят ваши скиллы, ваши знания, ваши умения, и то, что вы можете сделать, вот, потому что вы можете там быть семи пядей во лбу, вы можете быть охрененным тестировщиком, но если вы сидите вот такой вот, вам все пофиг, то есть, вы пришли такие, вам все пофиг, там, как бы, вот, ну, соответственно, сори, вот, но в целом, если мы возвращаемся в сторону айтишки, то это огромная область, которая разрастается, 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 хотим или не хотим, айти сфера у нас сейчас везде, то есть, вы садитесь в машину, поворачиваете ключи, у вас начинает работать бортовой компьютер, сейчас, чем более новее машины, тем больше мониторы, тем больше всякой электроники, это все тоже айти, это все надо тестировать, вы, я даже не трогаю сейчас компьютер, я не трогаю планшеты, телефоны, умные смарт-часы, это все тоже айти, все наушники, мышки и так далее, все айти, кофеварки, чайники, которые там сейчас, со функцией вайфая, с функцией блутуза, зачем чайнику или там кофеварнику вайфая, объясните мне, кто-нибудь, я до сих пор до конца этой идеи не понимаю, многие говорят, типа что, ну как удобно, там утром проснулся, типа кнопку нажал на телефоне, он тебе кофе делает, вот, ну зная себя, я знаю, что я так нажму кнопку, он мне скажет, засыпь кофе, скотина, подними свой зад, и залей меня в воды, то есть как бы, ну и смысл от этого всего, но все равно, у нас сейчас чайники, кофеварники, все в это, все, все с вайфаем, все с блутузом, сейчас посмотрите, мультиварки, блин, умнее, чем я сам, холодильники, которые тебя предупреждают о том, что у тебя там, простите, блин, петрушка сдохла, купи новую, у меня даже был момент, что домашнюю работу, девочка одна прислала фотографии, она зашла на сайт, потестировать с холодильника, прикиньте, холодильник умеет на сайты заходить, то есть как бы, ну, я отказываюсь это комментировать, в общественном транспорте, кто катается, е-талоны, это огромная система айтишная, которую надо тестировать, подаете декларацию, что недавно было, ЭДС прекрасный, который сейчас хотя бы нормально работает, но первые года, все помните, когда там все рвались в бой, все это ложилось, все это надо тестировать, телевизоры умные, самокаты умные, что еще там у нас, господи, да куда ни глянете, везде айтишка, все это нужно тестировать, вот, сейчас особенно с тем, как все ушло в онлайн среду, с этой пандемией, это все еще становится более и более актуально, айти сфера в целом очень интересная, опять-таки тоже, я вам сразу скажу, развенчаю два мифа, которые в большинстве случаев у всех в головах сидят, айти это не самое преимущественное, дебильная сфера деятельности, то есть как бы не надо думать, что айти это сфера, где платят баснословные деньги, это не самая дорогая сфера в этом плане, это первый момент, и второй момент сразу скажу про заграницу, то есть я буду говорить про Европу, про Россию, ту же самую, про Америку, не надо думать, что за границей платят намного больше, чем в Латвии, я честно скажу, в Латвии мы живем очень хорошо в плане айтишки, и зарплата у нас очень достойная, то есть если вы поедете работать там, например, в Берлин, я просто сам ездил на собеседование, ездил сам, ездил с друзьями за компанию, когда это можно было, вот, там предлагают чуть больше денег, но надо учитывать, что вот эта вот разница, которая предлагает, она уходит на покрытие съемного жилья, которое там в 2-3 раза дороже, чем у нас здесь в Риге, поэтому в принципе в результате вы плюс-минус выходите то на то, то есть если ехать за границу работать, то это только тогда, когда вы действительно хотите просто сменить место жительства, но не за деньгами, это абсолютно бесполезно, при том, что касается России, то же самое, да, в Москве, в Питере у вас будут зарплаты сильно больше, но учитывайте, что и затраты ваши на жизнь там будут тоже сильно больше, то же самое в Америке, то есть в целом в Латвии сфера айти очень достойно оплачивается, и не надо думать, что где-то там будет намного лучше, то есть как бы это сразу два мифа, которые я разничаю, чтобы вы были в курсе, вот, соответственно, чем мне нравятся в целом вообще информационные технологии и айти в целом, то есть как бы потому, что тут интересно, если вы работаете, например, там, не знаю, продавцом, бухгалтером, экономистом, ну, я опять-таки тоже скажу, я не работал в этих сферах, я могу только представлять, поправьте меня, если это так, то есть, соответственно, есть какие-то потолки, то есть в какой-то момент вы дорастаете до какого-то уровня и понимаете, что, ну, все, дальше расти некуда. У меня очень много было, кто вот, бухгалтера, экономисты приходили менять свою сферу деятельности, они тоже говорят, что, ну, вроде интересно, вроде все это классно, финансы, там, документация, то есть им нравилось, они просто так туда шли, они говорят, вот, я уже пять лет сижу и делаю одно и то же, дальше расти уже, ну, некуда, то есть все, вот, в сфере IT в этом плане очень большой бонус, потому что здесь нету границ, то есть границы только у вас самих, я вам, ну, я просто от всей души желаю, чтобы вы, каждый из вас, оказались тем человеком, которым, ну, судя по тому, что вы здесь находитесь, вы таким являетесь, которым хочется развиваться, которым хочется узнавать что-то новое, а IT-шка развивается безумно быстро, вот я на примере Java курса могу рассказать, что был первый прогон Java курса, я его сейчас переписываю, вот в четверг стартует второй прогон уже по новой написанной программе, вот, и на момент, когда вот я создавал этот курс, я брал за основу опыт свой, который вот как я писал, то есть вот код, мои знания на тот момент были трехлетней давности, три года, это не так много, ребят, три года всего лишь, но, поскольку я как бы преподаю, мне надо преподавать то, что использую сейчас, я начал узнавать так, что там скакнуло вперед, где что развилось, и это офигенная пропасть, то есть как бы за три года это все развилось просто неимоверно, соответственно, здесь я к чему, что нету никаких потолков, нет никаких лимитов, то есть все развивается вперед, вы идете и развиваетесь вместе с этим, то есть да, мануальное тестирование, я сразу предупреждаю, то есть я буду честен, имеет потолки, то есть мануальное тестирование, я вам не советую задерживаться больше, чем год-полтора, то есть если вы вдруг пойдете работать именно ручным тестировщиком, мануальным тестировщиком, год-полтора больше не надо, сразу расскажу про вот этот вот год-полтора, когда вы будете смотреть объявления о работе, может быть кто-то из вас уже смотрел на там CV, LV, там, в LinkedIn, еще где-то, вот, соответственно, вы наверняка видели такую строчку, что требуется мануальный джуниор-тестировщик с как минимум двумя годами опыта, то есть как бы джуниор с двумя годами опыта, и у меня вопрос всегда вот к этим компаниям, ребята, а действительно ли вам нужен человек, который два года сидит на позиции джуниора, и за два года он даже медлом не стал, то есть как бы, ну действительно вам нужен такой человек, который не хочет развиваться, соответственно, когда вы смотрите CV, я сразу забегаю вперед, вас должно интересовать только название компании, чтобы понимать, куда вы подаете CV, требования, какие там нужны, чтобы, ну примерно, представлять, чего от вас будут требовать, то есть что вы там будете делать, и имейл, на который посылать CV, все остальное можете игнорить, почему, потому что, как составляется CV, CV составляется благодаря HR, HR это Human Resources, расшифровывается, это люди, которые работают в отделе кадров, которые работают по подбору персонала непосредственно, это люди в большинстве своем не обладают никакими техническими знаниями, абсолютно, как это происходит, это вот то, что я видел несколько раз, вот в компаниях приходит бедный HR, ему дали задание найти тестировщика, он приходит к лиду и говорит, слушай, помоги составить объявление, а иди, блин, что тебе за это деньги платят, типа мне сейчас не до тебя, нету времени, все, что делает HR, что делаете вы, когда вы не знаете там чего-то, вы гуглите, она берет объявление, которое до этого кто-то другой разместил, и по факту копипастит, и поэтому получается, что вот это вот копипасты, они везде, если вы посмотрите объявление о поиске тестировщика, то это сплошные копипасты, то есть объявления все один на другой, но очень похожи, поэтому игнорируйте все остальное, что вам надо, это название компании, примерно чем компания занимается, и соответственно, имейл, на который посылать CV. Бывали и такие случаи, когда, например, студенты, ну, очень хотели работать в конкретной компании, вакансий нигде нету, они просто посылали напрямую в эту компанию, и их брали. Очень часто бывает такое, что вакансию не выкладывают, и пытаются найти своими силами, не студентов, сотрудников, и только потом, когда уже не могут найти своими силами, выкладывают вакансию, поэтому, в принципе, отсутствие объявления на имя на работу вас тоже не должно смущать. Так, вопрос, если прохожу два курса сразу, закончатся ли курсы быстрее? Ну, на такой вопрос могу только ответить, что все в этом мире относительно, то есть, как бы, да, они будут в два раза быстрее, чем один за другим курсом, то есть, как бы, но на скорость проведения курсов и первого, и второго, это никак не повлияет, то есть, тут как пойдет, ребят, извините. Вот. Соответственно, да, нет никаких лимитов, все время происходит обучение, это то, почему компании всегда поддерживают участие в конференциях, это то, почему компании в большинстве своем, особенно большие, постоянно оплачивают своим сотрудникам какие-то курсы повышения квалификации, то есть, у меня, например, на курсы, особенно на второй QA, приходят очень часто люди, которым оплачивают курсы реально компании, то есть, я выставляю счет не человека, выставляю счет компании, вот, то есть, как бы, это постоянное обучение, постоянное узнавание чего-то нового. Как я уже говорил, QA1, это где-то примерно год-полтора, потом я вам сразу говорю, что давайте, пожалуйста, идите вперед, не сидите, потому что через полтора года в мануальщине начинается деградация в большинстве случаев. За редким исключением, когда действительно есть, ну, на моей практике есть, там, три человека, таких я знаю, кто не хочет программировать, не хочет всю автоматизацию, им в кайф, им в кайф мануалить, то есть, как бы, они в этом лучшие, но я не уверен, но ладно, главное, что им хорошо, то есть, осуждать я не буду. Вот, дальше идет автоматизация, то есть, автоматизация, это уже по факту программирование, это уже есть, куда дальше расти. Дальше, опять-таки, тоже автоматизация, вы достигаете определенных каких-то уровней, то есть, автоматизация тоже имеет какие-то границы, потолки, хотя, на самом деле, автоматизированное тестирование, это уже достаточно широкая сфера, и там чего только нету. Вот, поэтому, в принципе, там тоже, ну, в автоматизации можно тусить очень долго, чуть ли не всю жизнь. Вот, есть и те люди, не часто, но есть, которые потом после автоматизации уходят в сторону разработки. Почему? Смотрите, есть Junior QA, например, и есть Junior Javis, то есть разработчик. Так вот, тестировщику, особенно после второго курса, после, с навыками автоматизации, найти работу, если, ну, реально толковый товарищ, действительно учился, действительно знает, то есть, в принципе, ну, будем честны, особо больших трудов не составляет. У меня вот в текущем потоке, кто закончился, были три девушки, которые пошли на первое же собеседование и их же в первую же компанию забрали. То есть, вот прям вот так. То есть, даже ходить не пришлось. Вот. Были случаи, когда там, ну, где-то чуть побольше походить надо. То есть, тут еще есть какой-то определенный момент везения, ну, и как вы сами себя продавать можете. То есть, как вы себя ведете на собеседование. И, соответственно, джуниор-разработчик, ему найти работу дико тяжело. То есть, вот именно начинать с позиции джуниора-девелопера очень сложно. Все хотят опытных, все хотят уже, чтобы что-то кто-то умел. Откуда всех этих опытных им набрать, непонятно. Учить никто не хочет. То есть, у тестировщиков порог входа в IT-индустрию сильно меньше. И поэтому многие предпочитают сначала побыть тестировщиками, и потом, если вдруг, ну, на автоматизации они понимают, что они себя исчерпали, хотят чего-то большего, они уже идут на разработку. И вот после автоматизаторов в сторону разработки пойти уже намного проще, потому что уже есть опыт за плечами в программировании и в IT в целом. Вот. Посему, в принципе, так. Так, вопрос. Хотелось бы услышать твое мнение касательно фриланса в IT. Тоже есть такой расхожий миф, что много IT-шников фрилансят. Насколько реальный фриланс для тестировщиков у нас в Латвии? Ребят, фриланс, вообще в целом, тема очень такая скользкая. Касаемо разработчиков еще имеет место быть, потому что надо понимать, что вы общаетесь с клиентом напрямую. Общаться с клиентом напрямую в IT-это... Я проходил фриланс, это еще тех нервов стоит, потому что там хочу, тут не хочу, там переделай, тут доделай. И особенно в Латвии у нас большинство клиентов есть такое понятие, как лимонадники, наверняка вы знаете. Это те люди, которые хотят заплатить по минимуму, но поиметь по максимуму. И, соответственно, имейте в виду, что фриланс – это не постоянный заработок. То есть вам постоянно придется в напряге быть. Когда вы работаете в компании, у вас есть некая стабильность. Плюс имейте в виду, что в компаниях, что вы приходите в IT-компанию, помимо того, что у вас есть какая-то стабильность, стабильная работа, у вас есть куча еще бонусов. И такие бонусы, как, например, страховка медицинская, которая покрывает амбулаторное лечение, стационарное лечение, зубных врачей, проверка зрения, вакцинация и все остальное. То есть зачастую в больших компаниях, ну, сейчас это не особо актуально, но было актуально, это покрывает массажи, покрывает спортзалы и так далее. То есть если вы работаете фрилансом, у вас этого нет. Работаете фрилансером, у вас по факту нет официального отпуска, то есть, соответственно, и плюс, если вы работаете фрилансом, ну, либо вам придется платить очень большие налоги, либо у вас не будет социальной гарантии. Вот. И что касается тестирования, то фриланс-тестирование, я честно скажу, я не слышал. То есть, как бы, реально не слышал. Есть сейчас, особенно в разгар пандемии, это очень актуально, что тестировщики просто работают удаленно из дома на компанию, то есть, как бы, ну, удаленно, но это не фриланс. И, ну, честно, не видел, не слышал. Дим, я сейчас как раз глава со фриланс-тестированием, и оно есть на том же самом ютесте. И с последнего, вот, например, мы тестировали апку на iOS, это апка Bosch, и за полный тестовый цикл ты получаешь что-то из серии, там, 6 евро. За лайтовый баг рубль, за фональный баг 9 рублей. Ну, вот и прикидывайте. Их еще надо найти. И идея в чем, что, смотрите, есть ресурсы, где вы можете, там, и test.io, по-моему, вот тоже есть ресурс, где вы заходите, и у вас есть задание, где вы можете выполнять то есть что-то. Эти ресурсы, они хороши для того, чтобы вы потренировались и вписали в CV, что, вот, как бы, ну, у вас есть опыт работы, вот вы тестировали вот на этих вот, как они называются, господи, даже не фриланс, ну, в принципе, это получается как ресурсы, где компания выкладывает там что-то потестировать, то есть это ваш, скажем так, опыт. вот, вот, но работать там, вот, там она больше рассчитана на индусов, которые там, копейки решили, то есть, как бы согласны работать, вот, не заработаете, то есть тут я с Андреем полностью согласен, то есть, как бы, абсолютно не заработаете, то есть это мимо. Ну, я за месяц заработал, кажется, в 18-е, так что успех. На пиво. Но это опыт, то есть, по крайней мере, то, что ты в CV, то есть в CV, это по-любому надо указать, то есть, потому что это будет рассчитываться, как вот именно опыт работы, вот. Фриланса у тестирования, в принципе, фриланса у разработчиков в Латвии тоже, как такого нету, единственный фриланс вариант, где есть что-либо, это у разработчиков сайтов, то есть, при том, у разработчиков сайтов, это тоже, это те, кто разрабатывают сайты на шаблонах, то есть, по факту, это даже не разработчики, они просто берут шаблон и конфигурируют его, вот. В большинстве своем уважающие себя разработчики, они предпочитают работать в компаниях, либо создают свои компании, либо предпочитают работать в каких-то существующих компаниях, просто потому, что там проще, спокойнее, вы отработали, вас ничего больше не парит, вы спокойно, вот у вас есть там время, которое вы работаете, Большинство компаний не позволяет работать не строго, например, с 8 до 6, а в любое удобное вам время. Главное, чтобы работа была сделана. То есть, в принципе, считайте вы все равно сами себе хозяин. Если вы, конечно, достаточно замотивированы. Но в большинстве случаев это еще и немножко расхлябывает. Но работа в компании, у вас, по крайней мере, действительно есть какая-то стабильность, социальные гарантии, страховки, бонусы, тусовки, 13-е зарплаты, премии и так далее. То есть, вы можете рассчитывать, что у вас будет, например, стабильный доход в месяц и так далее. На фрилансе много не заработаешь. Это надо очень сильно стараться. По крайней мере, у меня были ребята, знакомые, которые занимались фрилансом так серьезно. Я вам скажу, это очень неспокойная жизнь. Если нет семьи и еще есть этот юношеский запал. Да, но если есть семья, это сразу мимо. То есть, это провал. Да, если возвращаемся к IT как таковому, то, соответственно, про лимиты я вам рассказал, про обучение я вам рассказал. Соответственно, в IT тоже есть своя атмосфера. То есть, я думаю, что как и в каждой сфере тоже есть своя атмосфера. Про нее я тоже буду периодически вам рассказывать. Буду стараться ее донести. Что же такое разработка в целом? То есть, соответственно, у любой разработки есть заказчик. То есть, реквестор. Заказчиком может быть служить какая-то сторонняя компания. То есть, если вы, например, работаете аутсорсом, либо фрилансом, либо аутсорс-компанией, то заказчиком может быть какая-то абсолютно сторонняя компания, которая придет и скажет, что мне нужен сайт, мне нужен интернет-магазин, мне нужен там то, мне нужно это. Заказчиком может абсолютно любой человек быть. То есть, когда кто-то из вас решит, не знаю, открыть мой любимый, например, Alcomarket, и вам нужно будет создать интернет-магазин под это все дело, вы придете как частное лицо и скажете, как бы, вот, хочу. Денег с вас, правда, сдируют неимоверно, но вы будете заказчиком. Вот, и есть еще вот в компаниях, которые работают на свой продукт, у них заказчиком обычно у IT-отдела, заказчиком является бизнес-отдел. В целом, вообще тоже сразу стоит оговорить, такой раз уж мы про психологию говорили, то всегда есть противостояние бизнес-отдела и IT-отдела. То есть, в любой компании, то есть, я работал, я не работал почти в компании, которые работают на аутсорс, вот, я работал в компании, которая работает на свой продукт, мне так больше нравится, то есть вот эта вот специфика мне больше нравится. И получается, что в этих компаниях есть бизнес-отдел и есть IT-отдел. Будущий тестировщик он к нам подключился. И, соответственно, получается, что они между собой всегда в контрах. Почему? Потому что айтишники никогда не понимают, чем занимаются бизнесы, особенно когда бизнес начинает выдвигать какие-то требования космические, то есть просто мы смотрим на них, как на каких-то непонятных людей. Бизнес-люди, в свою очередь, не понимают, за что айтишники получают свои деньги и что они делают, потому что живой пример в свое время, то есть я могу запрограммировать там чуть ли не все, но у меня очень большие проблемы с дизайном. Для меня дизайнер просто хреновый. И вот я там нарисовал какую-то кнопочку, я там когда-то еще в свое время с родителями еще жил, я зову маму, говорю, иди, слушай, посмотри, вот, ну, как тебе эта кнопочка, то есть как бы, вот, ну, как ты считаешь, красиво, некрасиво? И она говорит, типа, а там кнопочка квадратная. Она говорит, знаешь, было бы классно, если бы у этой кнопочки были закругленные края. Это реальный случай был? Я говорю, сейчас сделаем. Что я делаю? Я открываю там среду разработки и начинаю писать код. Мама на меня смотрит как вот на идиота последнего, типа, как бы, сыночка, ты дурак? Потому что, как говорится, в ее понятии кнопочку поменять, это вот, ну, возьми карандашик, там, сотрю уголочки, и готово. Атишники там фигачат коды, кусок там, блин, просто вот этого. Они понимают, то есть бизнес-отдел приходит, у них какая-то простая просьба, типа, мы хотим отображать вот такую-то вот информацию клиентам. Им кажется, что это вот просто циферку вывести. А то, что там под низом посчитать, базы данных запросов сделать, надо еще понять, откуда эти данные брать для этого. Это все надо посчитать, это все надо там суммировать, это все надо преобразовать, куда-то сохранить, где-то отослать, где-то запросить. Еще все остальное, то есть там целая движуха происходит для того, чтобы эту циферку показать пользователю. То есть мы, как айтишники, это понимаем. А бизнес смотрит, ну, просто одну циферку надо вывести. Какие две недели разработки? Вы о чем, ребята? То есть вот просто. Поэтому всегда вот идут вот эти вот контры. Но, так или иначе, заказчик всегда есть. И в компаниях, которые работают на свой продукт, заказчиком будет являться обычно бизнес-люди, которые двигают бизнес вперед. И они приходят к вам с идеей о том, что вот нам нужно то-то, нам нужно это. Ну и, соответственно, уже айти-отдел берет это все дело в разработку. Вот. В любой айтишке есть команда. В целом, вообще, айти-индустрия, это та индустрия, которая заточена на работу в командах. Тут, опять-таки, тоже, если из вас есть кто-то такой, прямо сильный интроверт, который ненавидит работать в команде, ненавидит работать с людьми, до свидания, не тратим друг другу время. Вот. То есть айтишка – это чисто командная работа. Вы работаете в команде, вы работаете с людьми. Хотите, не хотите, вам приходится коммуницировать, особенно тестировщикам. Если разработчик еще взял какую-то задачу и сидит, ее потихоньку пилит, хотя тоже это не прокатывает, потому что, когда он берет какую-то задачу в разработку, у нее появляется куча вопросов, а где брать такие данные, а где брать такие данные, а как здесь должно быть, а как здесь должно быть. Вот. То тестировщик – это вообще человек, который общается со всеми и всюду. То есть как бы это очень общительный человек. Вот. И, соответственно, получается, что, в принципе, мы работаем в команде, только в команде. Даже если мы работаем на удаленке, это постоянное общение. То есть в свое время я помню, блин, то, что меня дико не по-детски выбесило, когда весной еще, вот прошлой весной, был первый карантин, нас принудительно на неделю выселили по домам работать, в здании нашли ковидника, там обрабатывали все. Вот. То, соответственно, как бы приехал домой, и вот то, почему я потом в офис сбежал, просто пятки сверкали, у меня просто болели пальцы от постоянных переписок. Ты постоянно кому-то пишешь, мне пишут, ты разруливаешь какие-то вещи, ты где-то что-то решаешь, ты где-то что-то узнаешь. Под конец уже просто плевал, уже просто звонил по телефону, потому что, ну, печатать в таком количестве было просто невозможно. Вот. И, соответственно, вот это вот общение, оно происходит всегда. Соответственно, у нас есть команда. Понятное дело, что у команды есть обычно менеджер, либо так называемый тим-лид. То есть это человек, который руководит этой командой. В каждой команде есть разработчики, ну, без них никуда. В каждой команде, ну, ладно, не в каждой, хорошо, но в большинстве команд есть тестировщики. Тестировщики, соответственно, обычно идет с расчета на, ну, самые жирные компании могут себе позволить на одного разработчика, одного тестировщика. Но, в частности, это где-то примерно 2-3 разработчика на одного тестировщика. То есть, как бы, ну, и тестировщик уже ведет этих, разработчиков ведет эти проекты. Есть компании, к сожалению Которые работают без тестирования В свое время была конференция Дефтернити у нас здесь, которая происходит В библиотеке, происходила По ноябрям Или по декабрям была где-то В конце года обычно И там с одной эстонской компанией Минут сорок, наверное, спорили Они мне доказывали, что Может быть такое, что разработчики Тестируют свой код сами Вы понимаете, что не может Это как дитё Какое бы оно там ужасное не было Для тебя это все равно самое милое дитё в мире То есть оно может быть 100% угодно Измазанное, перемазанное Разрушившее все вокруг Это твое дитё И то же самое код Невозможно протестировать Свой код, свое дитё Настолько же, как это сделает чужой человек Абсолютно нет Ввиду этих споров Через 40 минут они признаются Говорят, что на самом деле У нас эта политика пошла тогда Когда мы просто не смогли найти Команду хороших тестировщиков Мы начали набирать тестировщиков Они лажали по страшной силе И мы поняли, что нафига нам платить им деньги Когда они тестируют ничуть не лучше Чем сами разработчики Вот она правда открылась Но, к сожалению, такие компании есть Где тестировщиков нет Соответственно, есть менеджер Есть разработчики Есть тестировщики Помимо этого, есть дизайнеры Ранимые души То есть, как бы, с дизайнером Надо быть помягче Потому что Реально, сколько работал Это очень специфичные люди Они действительно очень ранимые И, соответственно, мы, как тестировщики Мы им указываем тоже на какие-то проблемы И делать это надо максимально мягко Потому что у меня был опыт За мою, наверное, практику Был всего один реально такой вот Дизайнер С которым было настолько легко и классно работать Он рисовал космические дизайны Офигенные Потом, правда, он что-то решил в менеджеры пойти Короче, вот просто обидно было Потому что потеряли такого человека Ну и там было так, что Он что-то нарисовал Он созывал команду Мы сразу говорили свои Все за, против, обсуждали Он уходил, спокойно перерисовывал По нашим запросам То есть, и мы это дальше обсуждали В других случаях было так Что мы где-то говорили Что нам не нравится Дизайнер просто Был момент, что дизайнер просто Закрыл ноутбук Обиделся и ушел С нами две недели не разговаривал То есть, как бы У другого дизайнера было так Что мы тоже обсудили Что вот здесь вот не так Вот здесь вот клиент не увидит Вот здесь вот неудобно Вот здесь было бы здорово Вот так переделать Он пошел заявление написал Мы потом все получили по башке за это Хотя, ну, в принципе, ни за что То есть, как бы, это дизайнеры Вот Есть еще аналитики То есть, как бы Профессия аналитика до сих пор Покрыта мраком и тайной То есть, никто не знает Что толком до конца аналитик делает В каждой компании по-разному В каждой компании свои требования В каждой компании свое представление О том, чем занимается аналитик В общем, ну, тоже такое Что дизайнер, что аналитик Он может быть один на команду Может быть Что в компании будет один дизайнер На все команды И, соответственно, он будет как бы Между собой шарится Команды будут делить его Третьим пунктом, который идет Что в принципе в идеале документация Документация это краеугольный камень Документация это то, что В принципе О чем мечтает любая компания То есть документация это то, что хотят Видеть абсолютно все, при том документация И со стороны заказчиков и менеджеров И документация со стороны тестировщиков Мы как тестировщики отвечаем За два вида документации Первый это тест планы И второе это непосредственно уже Баг репорты, то есть это уже оформленные Красивые наши баги, ошибки Помимо этого Есть документ, который чаще всего Будете встречать, это так называемые Бизнес реквайрменты, требования Техническая задача Спецификация, спека Ну называйте как угодно По факту это документ, который Описывает и наглядно Показывает как продукт должен Выглядеть, как он должен работать То есть про это тоже мы будем Говорить достаточно плотно Почему? Потому что у тестировщиков есть такой же процесс, как тестирование документации. Я тут узнал, что, оказывается, недавно появилась еще даже терминология для этого отдельная, активное и пассивное тестирование. То есть, оказывается, пассивное тестирование – это тестирование документации, а активное тестирование – это уже тестирование самого продукта. Не знаю, зачем им придумывать лишние термины, но всякое бывает. Соответственно, документация, да, об этом все мечтают, но, к сожалению, документации хорошей достаточно мало. К сожалению, да, если мы говорим про бизнес-требования, которые обычно аналитики, менеджеры составляют вместе с заказчиком, либо заказчик сам, там очень много неточностей, там очень много каких-то моментов, которые необходимо уточнять, то есть там очень много ошибок, очень много непоняток. Если мы говорим про тестерскую документацию, именно ту, которую ведет тестировщики, то первое дело, что вообще на самом деле, кто из вас любит писать много? У меня даже были филологи, которые говорят, блин, я ненавижу писать. То есть, соответственно, вот, сразу вон Вячеслав вышел, как только про документацию услышал. Соответственно, идея в чем, что в целом мы не любим писать. Вот эта писанина, она отнимает силы. Но я могу сказать так, что писать документацию вы должны мочь. И, соответственно, когда вы приходите на собеседование, говорите, что да, я умею составлять тест-планы, да, я веду документацию и так далее, вы получаете напротив своего CV достаточно большой и жирный плюсик. Но могу успокоить, что в реальной жизни, к сожалению, либо к счастью, до документации редко-редко когда доходит, потому что, как я уже говорил, что в айтишке должно быть все позавчера сделано, и на документацию часто просто не хватает времени. То есть ее хотят видеть все, но, увы, ее нет. И даже если документацию пишут, то есть те же самые тест-планы, например, написали, то эти тест-планы еще надо поддерживать в актуальном состоянии, эти тест-планы надо еще обновлять. И получается такой момент, что ты приходишь в компанию, там тест-планы, они вроде как и есть. Люди по этим тест-планам работают, но они в настолько неактуальном состоянии, что как бы от них толку никакого нет. То есть человек потратил время, но они абсолютно бесполезны, потому что продукт ушел уже вперед, тест-планы никто не менял. Ну вот, оно так. Помимо документации есть, соответственно, технологии, это тулы, которые используются, это какие-то инструменты используются, какой язык программирования используется. То есть сейчас, наверное, из такого топа это Java, это Python. И опять-таки тоже, ребят, да, я буду сразу стараться вас учить произносить эти термины правильно, потому что нас, к сожалению, очень мало кто это делает, потому что очень многие говорят, не Java, а Java. Приходит сеньор-разработчик и говорит, Java. То есть как бы, ну, блин, странно. Поэтому Java не Python, а Python. Не PHP, не PH, а PHP. Ну хотя ладно, PHP и PH, это еще как бы куда не шло, тоже часто услышите, но в целом это PHP. C-Sharp тоже вот язык один из популярных, который сейчас используется много где. Вот, соответственно, в целом есть какой-то стэк, это называется стэк-технологик, который используется. Стэк-технологии это, в принципе, просто, грубо говоря, список того, что используется для разработки. То есть какая среда разработки, какой язык, какие инструменты, технологии и так далее, и так далее. Обязательно есть какие-то процессы. Тот же самый Agile, например, да, он изначально был создан и применен и введен в IT-индустрию для того, чтобы создавать процессы в разработке. Когда компания только-только образуется, это так называемый стартап, наверняка многие из вас слышали такое понятие, как стартап, вот, то, соответственно, как бы это маленькая кучка людей, которые, вот, они очень замотивированы, они фигачат. Там процессов особо нету, потому что там мало времени, там надо сделать продукт, показать результат, просто все фигачат, как дурные. Когда компания разрастается и перерастает в большую, в так называемый Enterprise, вот, то, соответственно, там уже людей становится намного больше и ими надо как-то управлять, потому что если не будет процессов, это будет просто хаос. Каждый будет делать что-то свое, не в попад и так далее. То есть поэтому есть какие-то процессы. Обычно, когда вы приходите работать в какую-то компанию, в первые 2-3 недели вам про эти все процессы будут рассказывать. То есть что, как делают, когда делают, что, зачем следуют, то есть кто ответственный за что и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, в принципе, сама поддержка, то есть когда вы разработали какой-то продукт, вы его отдали заказчику, это не значит, что на этом ваша работа закончится, потому что со стороны заказчика дальше начинаются вопросы, претензии, недовольства, там запросы на доработки и так далее, и так далее. Все это саппорт. Вот. Скажите, перерыв нужен? А то я смотрю, тут уже многие поуставали, судя по камерам. Нужен, да? Давайте сделаем тогда 5 минут перерыв и в 36 минут возвращаемся сюда. Я извиняюсь, я просто весь день тоже в компа отработал. Это нормально, это нормально, да. 5 минуток перерыв, и тогда возвращаемся, через 5 минуток продолжаем. Не, вообще на самом деле работа в айтишке как таковая, это достаточно веселое занятие, достаточно интересное. То есть в большинстве случаев у вас всегда рядом очень разносторонние люди, притом разносторонние настолько, что иногда можно даже удивиться, как вот в одной из компаний была команда, мы ходили на обед, и у нас за обедом были настолько необычные темы, как, например, там, не знаю, сколько человек влезет в багажник, если их расчленить там, типа. И дальше начиналось обсуждение, а каким образом расчленить, то есть как бы о чем, то есть и так далее. И в принципе, помнится, приехала коллега, мы поехали в Улкор выбирать холодильники и зачем-то. И так, кто-то еще просится. Вот, и соответственно, приехав туда, она такая открывает в холодильниках, а рядом люди тоже. Я говорю, ну, блин, что, нормально, в холодильник надо брать, что там, три человека влезет. И она такая, не задумываясь, говорит, ну, если фарш порубить, то все семь зайдут. И рядом такие, только помню, такие уже в возрасте, дяденька с тетенькой, такие на нас посмотрели, как на полных отморов, то есть такие, типа, лучше подальше держаться. Вот. Трудно ли будет людям с нетехническим складом ума? Да нет. А почему должно быть трудно? И почему, как говорится, ты решила, что у тебя не технический склад ума? То есть, за мою практику, то есть, вот, если судить по базе данных, то через эти курсы прошли уже где-то примерно 900 человек. То есть, почти, почти вот тысяча. А что филолог, блин? Филолог, нормальные люди. Вот. То есть, почти тысяча человек. То есть, ну, 900 с копеечками. И за вот эти вот 900 с копеечками был всего один человек, которого я не смог реально выучить. То есть, как бы, увы и ах. То есть, действительно, всего один человек был, которого я не смог выучить. Все остальные научились. То есть, кому-то это дается легче, кому-то сложнее. Были те люди, с которыми мы тут сидели в классе. Девчонки были, которые тоже там с пацанами тоже срались. С девчонками ругались там просто напропалую. То есть, они тут приходили со слезами. Я их там пытался встряхнуть, что сейчас все разрулим, все будет. Ничего. То есть, как бы, все работают, все довольны, все счастливые теперь. Так что, кому-то легче, кому-то сложнее, но было бы желание. Вот. День лекции, к сожалению, мы перевести не можем, Денис. То есть, как бы, как я уже говорил в начале лекции здесь, что, увы и ах, всем не угодишь, потому что кому-то тот же вторник будет не годиться. И, соответственно, то есть, как бы, ну, тут единственный вариант, который я могу предложить, что присутствуете по возможности. Дальше, соответственно, вы смотрите записи. Записи будут с лекцией. То есть, я лекции записываю. Вот. И, соответственно, потом дальше я вам доступен для консультации. Да, кстати, консультации можно и оффлайн тоже приходить. Можно в класс по одному. Буду стараться вам помогать, нагонять, где-то что-то пересказывать. То есть, как бы, я в вашем распоряжении. Так, еще в вопросе касательно митингов. Правда ли, что их в больших компаниях очень много? И правда ли, что особенно в проверочный период их еще больше для джуниора? На самом деле, да, митингов дофига и больше. То есть, у нас люди очень любят разводить так называемую бюрократию. К сожалению, очень часто количество митингов у нас диктуется тем, что просто люди таким образом забивают день, чтобы в лучшем митинге сидите, болтаете. То есть, на самом деле это добивает. Да, но тут тоже очень сильно зависит от компании. То есть, есть компании, где было все по-хорошему, то есть, все было очень ограничено. Есть компании, где приходят так называемые эффективные менеджеры и начинают создавать по каждому вопросу кучу митингов, призывая кучу людей, нужных, ненужных. То есть, в текущей компании, например, тоже я заметил, что есть люди, которые на митинги ходят просто для того, чтобы повафлить. Мы будем честны. На тему митингов мы будем говорить подробно, когда мы будем говорить про agile. Я про них расскажу, какие-то митинги бывают еще и что. Но да, к сожалению, митингов много. Для джуниора не то, чтобы митингов будет много, просто имейте в виду, что джуниор, да даже не то, что джуниор, а любой сотрудник, который приходит на новое место работы первые две недели, это один сплошной митинг, потому что вы что-то изучаете, вы читаете, вам рассказывают, вам показывают, то есть, вы постоянно коммуницируете. Много ли в рюки компаний, в которых работают тестировщики, про трудоустройство компаний? До фига, ребят. То есть, вакансий тоже много, поэтому не переживайте. Не зная латышеского языка, найти работу в этой сфере можно. Не буду говорить, что прямо очень легко, но есть компании, где латышеский язык в принципе, в целом от вас не требуется, то есть, он не нужен. Более того, есть много интернациональных компаний, которые, в принципе, за основу берут английский язык, и поэтому, как бы, ну, да. На собеседованиях обычно общаются на более удобном вам языке, потому что цель собеседования не завалить вас, а цель собеседования узнать о вас побольше, вот, и поэтому обычно HR-ы в мере своей возможности выбирают язык, который более удобен вам. Бывают исключения, вот как в свое время в 4Finds у нас был замечательный HR, она была из Британии, она не могла говорить ни на русском, ни на латышском, она говорила на английском. Но, когда она заканчивала свою часть, она типа все, типа и дальше, я уже, как технический человек, продолжал собеседование на удобном кандидату языке, потому что, ну, в принципе, цель именно узнать. Вот, английский язык будут проверять, притом английский язык будут проверять очень неожиданно, очень часто любят в процессе разговора сказать там, что-нибудь типа, well, okay, so maybe you can explain something about, or maybe tell us about yourself, about your previous job position, maybe your responsibilities, your best situations, or something like that. Идея в чем, что как раз вот почему-то большинстве предпочитают вот именно проверять таким вот неожиданным образом, поэтому к этому надо быть готовым. Опять-таки, повторюсь, от вас никто не требует каких-то там заоблачных, космических знаний английского языка, абсолютно нет, то есть, как бы не переживайте. Вот, но рассказать о своей предыдущей работе, рассказать о вас самих вы должны, ну, то есть, в принципе, школьный курс ничего такого, прям супер-пупер. Я извиняюсь, Дмитрий, вы говорили вот к вам вот туда, в вас приехать, к тебе, извиняюсь. А вы, а ты на Сканстос, да, где ты находишься? Класс у нас находится на Валдемаре 38, это центр города, то есть, в принципе, пересечение Гертруда с Ивалдемар. Там офисное здание и на пятом этаже 506-4 кабинет, это наш класс. Хорошо, я вас услышал. Да, на сайте есть тоже адрес, если вдруг забудешь. Еще вопросики? Окей, тогда идем дальше. Следующий слайд, это в целом один из слайдов, который отвечает на один из излюбленных вопросов HR на собеседование. В 90% HR спросит вас о таком моменте, кто же для вас тестировщик, то есть, что для вас тестировщик, то есть, как вы видите тестировщика, то есть, кто такой тестировщик. Ну и в целом, в одной из компаний, где я работал, менеджер сказал такую интересную вещь, что тестировщик это третий после бога человек, потому что в большинстве нормальных, адекватных компаний тестировщик, это именно тот человек, который говорит, можно ли продукт отсылать клиенту, то есть, отдавать клиенту, отдавать заказчику, либо нельзя, то есть, это как бы принцип получается начальник калитки, последняя инстанция. И если тестировщик не соглашается с этим, то есть, если тестировщик не согласен с тем, что вот в текущем моменте мы можем отдавать продукт клиенту, то зачастую все сидят и, не буду выражаться при детях, грубо говоря, отдыхают. Поэтому, в принципе, тестировщик это третий после бога, первый это типа сам бог, второй это начальство, и третий уже тестировщик, все остальное уже дальше, ниже. Почему? Потому что, в принципе, как я уже говорил, что тестировщик это тот человек, который может сказать о качестве продукта, о текущем его состоянии и о том, насколько мы готовы релизиться, то есть, релизиться это значит, что выкатывать новую версию или в целом продукт заказчику либо конечному пользователю для основного использования. Вот, соответственно, ответственность ложится именно на тестировщика. Бывали такие моменты, когда, да, то есть, тестировщик не соглашается, то есть, он говорит, что мы еще не готовы пойти, что продукт слишком важный, он там весь корявый и фиг знает как работает и тогда начинаются дискуссии с менеджерами и так далее о том, что, ну, давай, ну, попробуем, то есть, решается, какие баги чиним, с какими можем пойти, начинаются уговоры, дискуссии и так далее. То есть, в принципе, тестировщик должен быть достаточно критичным и самое важное, вот, написано третий пунктик стронг, то есть, крепким. Идея в чем, что, ну, критичность нужна для того, чтобы быть последней скотиной и видеть все нюансы. Я честно скажу, что тестирование это одна из профессий, которая через 2-3 года накладывает определенный штамм на личность, потому что, если раньше, как говорится, вы не замечали каких-то мелочей, то тут вы начнете докапываться до последнего, и в какой-то момент уже просто сам себя ловишь на мысли, то есть, как бы, да и похрен, чего ты прикопался, то есть, сам себя начинаешь уже бесить вот этим вот, то есть, ты приходишь докапываться до всякой фигни, притом до людей, до обстоятельств, то есть, как бы, вот просто уже реально сам себя бесишь, не говоря уже про других, то есть, реально остается вот такой вот штамм. Но это, что ты как бы привык на последневности вот искать проблемы, искать ошибки, искать неточности и так далее. Вот. Стронг, то есть, вот именно, не то, что даже крепким, а, наверное, вот с выдержкой, то есть, вот именно такой вот целеустремленный, то есть, вот именно строгий, вот, наверное, вот, да, больше всего это, наверное, строгость должна быть у тестировщика, почему? Потому что очень часто на тестировщика пытаются давить. В каких случаях, то есть, опять-таки, вот начинается вот эта вот психология? Часто, когда вы находите какой-то баг, отдаете его, то есть, баг – это ошибка, да, то есть, происхождение этого слова баг, ну, мы тут не затрагиваем, да, то есть, ну, есть несколько теорий, откуда пошло вот этого слова баг, почему именно ошибку называют багом, ну, наверное, самое, которое распространено, это то, что в свое время перестал работать компьютер, его раскрутили, посмотрели, и получается, что там между микросхемами залез жучок, и с того момента пошло вот это вот слово баг, вот, истинное появление этого слова, понятное дело, никто не знает, вот, но баг – это по факту ошибка, ошибка, неточность, то есть, если где-то что-то не так работает, как оно было задумано, вот, и, соответственно, когда вы находите этот баг, находите эту ошибку и отдаете ее разработчику на доработку, очень часто вы можете встретить в ответ какое-то сопротивление, нежелание это чинить, что-нибудь типа, а это не важно, а это мелочь, у меня сегодня буквально такая же дискуссия была с разработчиком, я тоже не хотела чинить один баг, я говорю, ну, слушай, ну, это неправильно, то есть, это неудобно, это надо все равно переделать, тяжело, да, то есть, как бы, а чем тяжело, и вот начинаешь докапываться, то есть, начинаешь дискутировать, то есть, потому что, есть какие-то баги, которые тяжело фиксятся, которые неинтересны, разработчики в целом вообще не любят баги фиксить, потому что, куда интереснее что-то новое разрабатывать, чем фиксить какие-то баги, вот, Но в целом получается, что вы встречаете сопротивление со стороны разработчика, он не хочет фиксить ничего, вам приходится настаивать, вам приходится доказывать, при этом тут надо бороться желание его стукнуть над какими-то аргументами, разговорами, привлекая лидов руководителей и так далее. Но я сразу скажу для успокоения, это не частая ситуация и зачастую это интересные ситуации, которые требуют от вас каких-то навыков коммуникации, подходов и всего остального. Тут, будем честны, у девушек немножко больше привилегий, чем у парней. Я сразу скажу, вы можете меня считать женоненавистником, сексистом еще кем-то, но я считаю, что девушки это девушки, парни это парни, мы отличаемся, у нас есть какие-то свои у каждого плюсы, минусы, бонусы и не бонусы. Поэтому я буду всегда говорить, что у кого-то что-то лучше получается, у кого-то что-то хуже, простите уж, пожалуйста. Я не перехожу на личности, я никого не пытаюсь обидеть, но действительно на практике есть нюансы. Так же самое, как, например, тестирование UI, тестирование внешнего вида, уж простите, у девушек это получается в десятки раз круче, потому что, во-первых, девушки кропотливее, более усидчивые, более внимательные, и у девушек, у большинства, есть вот это вот чувство прекрасного. То есть, как бы вы, девушки, видите, что должно быть красивее. У парней в этом плане обычно немножко проще подход. Работает, и ладно, как мне один из моих студентов сказал, говорит, слушай, говорит, ну какая разница, как это выглядит, можно купить хлеб, и все. То есть, как бы, что еще надо? То есть, как бы, вот она разница. В сфере того, как мы договариваемся с разработчиками, тоже есть разница, тут как ни крути. То есть, соответственно, очень часто и очень сильно влияют личностные отношения. То есть, если вы приедете в Европу, там этого не будет, то есть, либо это будет сведено к минимуму. То есть, там у них установка немножко другая, вы на работе, вы коллеги, вы профессионалы, вы должны вести себя как профессионал. В Латвии, поскольку мы постсоветская страна, у нас очень сильно развита вот эта вот вась-вась, между собойчики, кто с кем дружит. Это везде, это не только в IT-сфере, это в любой сфере, которую в Латвии возьмете, это везде будет. И поэтому здесь тоже очень часто бывает, что действительно, там вот есть разработчики, с которыми мы в более теплых отношениях. И, соответственно, там подкинуть бак, чтобы его пофиксили намного проще, там не сопротивляется никто. Вот. И есть с кем-то, с кем в контрах, потому что, ну как, например, я не 100-долларовая купюра, чтобы нравиться абсолютно всем. Вот. И бывают тоже контры, а я еще и как бы застранец еще тот редкостный. То есть, как бы, будем честны. Вот. И поэтому иногда приходится доказывать что-то, то есть, что это надо починить. Вот. С другой стороны, тоже бывает такое, что вот было на практике компания, в которой я работал, сотрудничала с аутсорсом. Аутсорс, то есть аутсорс помогал разрабатывать собственный продукт. Своих сил не хватает для разработки самого продукта. У аутсорса в чем проблема? Если они не укладываются в сроки, о которых были оговорены, то они начинают платить штрафы, пени. То есть, как бы, что они не уложились в срок. И, в принципе, эта аутсорс-компания пыталась нам втюхать и выкатить клиенту дико важный, хреново работающий продукт. Ну и я там, как говорится, грудью встал на защиту этого всего, начали угрожать. Там, типа, да, мы главного позовем. Говорю, зовите главного. Приходит к нам главный, слушает, на тебя там аутсорсники жалуются. Я говорю, ну смотри, вот баг, вот баг, вот баг, вот эти вот критичные баги. То есть, ладно, там какие-то мелочи, критичные баги. Ну что, он говорит, да, говорит, отлично, продолжай. То есть, как бы, вот приходится вот это вот, иногда это стресс. Но тут важно не сдаваться. Тут важно, чтобы не было такого, что вы пришли с багом, вам сказали, как это вот, классическая фраза, которую вот вы начнете в приколах встречать, тематических, works on my machine. То есть, как бы, часто разработчики повторить этот баг не могут, типа, у меня работает, все, отстань. То есть, как бы, и не должно быть такого, что вы развернулись и пошли. То есть, как бы, значит, надо пойти, взять свой комп, принести, тыкнуть разработчику в монитор, что вот, смотри, воспроизводится, сиди копай. То есть, как бы, вам вот это вот надо продвинуть, потому что мы QA, Quality Assurance, то есть, как бы, не QA, если что, да, а именно QA, Quality Assurance, это обеспечение качества продукта. Наша задача не только найти баг, не только найти ошибку, наша задача проконтролировать, чтобы эта ошибка была исправлена. Наша задача проконтролировать, чтобы про этот баг никто не забыл. Это очень частый момент, что вы оформили баг, и он там бесхозно валяется. И очень часто на собеседовании вопрос звучит, и я его, в частности, тоже очень люблю задавать, слушайте, а что происходит дальше? Вы нашли баг, вы его оформили красиво, что дальше? И самый неправильный ответ, который можно услышать от кандидатов, что дальше, типа, я отдаю менеджеру, ну и менеджер там менеджер. Да, менеджер оставляет приоритеты. Да, менеджер – это тот человек, который, типа, берет список всего, что надо сделать, и выбирает, что пойдет. Но, к сожалению, у менеджера тоже основная задача – делать новое что-то. Потому что это новое, оно приносит деньги. Это новое – это то, за что он может отчитаться, что вот наша команда сделала вот это вот новое, за что он может получить бонусов, звезд и так далее, и так далее. Поэтому приходится постоянно с менеджером тереть, то есть это вот где-то тут было, ну да, может коммуницировать со всеми вот к этому пунктику. Приходится с менеджером постоянно тереть, типа, слушай, ну давай, ну хотя бы два башка возьмите, поправьте там, типа, вот так вот. Часто бывает такое, что в обход менеджмента ходишь, то есть по-тихому, то есть смотришь, там разработчик, что-то там такой вот посвободнее вроде как, особенно те разработчики, с которым у вас хорошее отношение на работе, вот вы там общаетесь, дружите, еще что-то, так подходишь, типа, поправь там. Я помню, у меня был случай, я так к разработчику подошел, типа, поправь там. Я просто понимаю, у меня, ну как, то есть со временем вы понимаете, сколько нужно времени на тот или иной фикс, то есть на то или иное исправление. Я понимаю, что там 10 минут, реально, 10 минут работы. То есть я оформлял этот баг больше, чем надо на фикс. Я потом помню, скроммастер, как на меня ругался, типа, там, да, ты против процесса пошел, и бла-бла-бла. Я сижу ногами под столом, мотаю, то есть как бы, да, да, дядя, да, да. То есть как бы, ну, дело-то сделано, баг по фиксу, моя работа сделана. То есть можете на меня ругаться сколько угодно. Дело сделано, ругайтесь дальше. То есть как бы я свое дело сделал. Часто бывает такое, что с разработчиками работаешь, даже не оформляя баги, то есть на лету сразу все фиксится. То есть очень много не оформляется. Это, с одной стороны, удобно, с другой стороны, есть свои нюансы. Мы будем про это тоже еще говорить, когда дойдем до метрик. Вот, то есть, соответственно, идет вот эта вот коммуникация. Тестировщик – это тот человек, который должен уметь найти подход ко всему. Чем более вы лояльно ко всем, то есть подходите, иногда где-то хитростью взять надо, иногда где-то надо там брутально с бутылкой пива прийти, еще что-то. То есть как бы вот эти вот отношения межличностные, межличностные, к сожалению, у нас играют достаточно большую роль. И от этого зависит, насколько вам будет просто продвигать вот эти вот багфиксы и насколько просто будет работать в коллективе. Вот. Тестировщик – это тот человек, который знает больше, чем кто-либо. И очень часто, да не очень часто, а почти всегда на тестировщика можно вешать эту вот букву «И», ставить аппарат, который выдает номерки, потому что обычно к тестировщику идет паломничество. Почему тестировщик знает больше всего? Потому что для того, чтобы протестировать, тестировщик собирает информацию отовсюду, откуда он только может. Это и документация. Это очень часто тестировщик общается напрямую с заказчиком, минуя все остальные звенья, потому что часто те же самые менеджеры, они счастливы отдать коммуникацию напрямую с менеджером только для того, чтобы их меньше трогали, то есть чтобы не было этого сломанного телефона. Тестировщики коммуницируются с разработчиками, соответственно, они знают, где что, какие нюансы. Часто тестировщики, если тестируют так называемый «white box», мы еще дойдем на следующие лекции до этих ящиков, то есть это значит, что тестировщик имеет доступ к коду, и тестировщик умеет читать этот код, то есть он еще и оттуда берет информацию. То есть со всех разных щелей он эту информацию собирает, поскольку тестировщик часто тестирует один конкретный проект, он уже настолько со всех сторон его общупал-пощупал, что он знает все нюансы его работы. И получается, что тестировщик реально в команде, в компании знает больше, чем кто-либо о том или ином продукте. И это то, почему тестировщики очень часто привлекают для презентации продукта клиенту, то есть я вот этим занимался, очень увлекательная штука, для каких-то там, не знаю, презентаций продукта новичкам, новичкам и так далее, и так далее. Потому что тестировщик это все знает со всех сторон. Что важно понимать, что тестировщик это тот человек, который вовлечен в процесс разработки на всех этапах. Это очень важно. Я начну эту информацию закладывать вам сейчас, и мы об этом будем говорить еще много-много раз, я буду это напоминать. Почему? Потому что в большинстве случаев даже у работающих тестировщиков, уже с опытом, и я более того скажу, что очень многие работающие тестировщики, которые уже с опытом, они будут знать намного меньше, чем вы после курсов, потому что они самоучки. И я честно скажу, если бы я не вел курсы, я бы половину всего этого не знал. Мне это нахрен даже не надо было бы, наверное. Но вы приходите с намного большим набором знаний. Да, у вас практики меньше, но знаний больше. Так получается. И, соответственно, в головах этих тестировщиков с опытом, в головах джиньора, часто процесс тестирования заключается в чем? Разработчик написал код, разработчик отдал его на тестирование. Ну и тестировщик потом уже проверяет, что там разработчик навоял. Это классика жанра. Это то, как представляют процесс тестирования почти все. Но на самом деле это не так. На самом деле, по-хорошему, тестировщик должен быть вовлечен в процесс с самого начала. То есть еще с момента обсуждения. Как только начинается обсуждение с заказчиком о том, что мы будем что-то делать, тестировщик уже имеет право. И, в принципе, это хорошо, когда тестировщик попросится на вот эти вот встречи. Можно сказать сразу, типа, я не буду отсвечивать, я просто послушаю. Почему? Потому что вы должны понимать, к чему вам готовится, что вам надо будет тестировать, что будет разрабатываться. Дальше разрабатывается документация. То есть сейчас, слава богу, это как обязательный пункт стоит, хорошая она будет или плохая, разрабатывается документация. Как только документация разработана, надо всегда ставить в процесс. Обычно, правда, лиды этим занимаются. Но у меня был момент, когда ко мне пришла моя выпускница, через год, по-моему, чуть больше года. Такая говорит, слушай, помогай, потому что я тут подняла вопрос о том, что нам нужно тестировать документацию. На что мне сказали, да, мы очень хотим, но как бы инициатива инициатора. Раз ты это предложила, то ты давай разработай план, как это будет все происходить у нас. И вот мы сидели, разрабатывали с ней этот план. То есть как только разработана первая версия документа, или какая-то версия документа вообще в целом, обязательно нужно отдать ее на тестирование тестировщикам. То есть происходит тестирование документации. Это очень важно. Это надо объяснить руководству, заказчику, что это поможет сэкономить время на разработку, деньги на разработку, нервы, ресурсы. Почему? Потому что вы как тестировщики, вы со своим опытом уже, вы сразу прям по документу можете сказать, а что будет, если? Вот здесь вот не описан случай, если, например, будет неправильно что-то введено. А что покажется, если будет неправильно введено? А каким цветом? А почему? А что? То есть как бы вы сразу задаете вопросы. То есть вот это не прописано, про это забыли упомянуть. Вот здесь нюанс не указан. Получается что? Что вы, в принципе, как говорится, этот документ разбиваете в пух и прах. И получается что? Что в конце концов этот документ дорабатывают, разработчики получают уже намного более готовый документ, и потом, когда заказчик приходит и говорит, типа, как бы я хотел зеленого цвета, вы такие, о, тут указан красный, ты под этим подписался. Мы можем тебе сделать зеленый, но это уже за отдельную денежку то есть за отдельные ресурсы, то есть за отдельное время. Хуже, когда, например, продукт не, документ не протестирован, и самые плохие варианты бывают, когда разработчик берет этот документ в разработку, он до конца не понимает, что от него требуется, но типа, я видел в других проектах, что это вот так. Разработчик, тестировщик потом, который это все тестирует, такой смотрит, а как это должно быть? Идет к разработчику, спрашивает, разработчик ему втирает то, как он это все дело разработал. Ну, тестировщик сидит, типа, ну, нормально, что, вроде звучит логично, что, ну, как бы нормально, так и тестирует. А потом заказчик говорит, как говорится, блин, а что вы тут понаписали? Оно должно не так работать. И получается, что в этот момент виноваты вы, вы не уточнили, то есть ваш косяк. И вы этот косяк уже исправляете за свой счет, за свои ресурсы и так далее. Бывают другие моменты, когда, например, разработчик хреновую документацию получает и на выяснение каких-то деталей уходит уйма времени. У нас было такое, что мы ответы ждали по две недели. Две недели стоит разработка, мы ждем ответов. То есть, как бы, поэтому тестирование документации это очень важный процесс. Ну, и потом непосредственно уже само тестирование. Более того, после того, как вы протестировали продукт, вы, как член команды, как тестировщик, как человек, который очень много чего знает о продукте, вы непосредственно принимаете участие уже в поддержке продукта, потому что приходят там клиенты, пишут там о том, что где-то что-то не так пошло, вы помогаете разобраться, еще как-то. То есть, в принципе, вы принимаете участие и в поддержке этого продукта. Вот. По факту, в целом, тестировщики, это как и quality assurance, это не только поддержка качества продукта. То есть, вы тестируете качество всего, качество процессов, то есть, ваши компетенции, предлагать какие-то изменения в процессах разработки, если вы видите, что где-то что-то можно улучшить, там, типа, да, в принципе, даже качество кофе можно тестировать, то есть, как бы, предлагать варианты, что, как бы, если у нас кофе, жижик, то есть, как бы, давайте мы что-нибудь другое возьмем, то есть, почему бы нет. Ну, и, соответственно, тестировщик, это тот человек, который, в принципе, душа любой компании, то есть, вот как-то практика показывает, что тестировщики, такие разносторонне развитые личности, они не замкнутые, то есть, большинство, это экстраверты, которые любят и потусить, и пообщаться, и где-то накатить, и где-то встретиться, то есть, в принципе, это такая душа компании. На тему опыта тоже сразу скажу, тут тоже под занавес, надо завершаться, закругляться, но все-таки на тему опыта скажу, да, не надо думать, что у вас совсем нет опыта. У вас, на самом деле, опыта дофигища, особенно опыт в таком понятии, как UX, либо User Experience, либо иначе еще это называется, как Usability, мы это еще пройдем, это будет там где-то дальше на слайдах, это тоже было, сейчас я где-то найду даже, это где-то у меня было отдельно, вот оно, то есть, как бы идея в чем, что User Experience, либо Usability, это то, насколько удобно вам, ну, не вам, а клиенту, конечно, пользоваться вашим продуктом. У вас в этом плане опыта очень много, просто вы не обращали внимания. Вы покупаете ту или иную вещь из каких-то соображений удобства, вы купили телефон, он вам не нравится почему-то, потому что что-то неудобно. Вы понимаете, что неудобно, то есть, соответственно, вы понимаете, что вот так вот, это будет неудобно. То есть, как бы, вы постоянно на повседневности, вы анализируете, что вам что-то удобно, что-то неудобно, вы с точки зрения пользователя понимаете, что это классно, а это плохо. То есть, соответственно, опыт вот этого всего у вас уже есть, вам надо только его вспомнить, вам надо только теперь начать это все откладывать в голове, То есть вы не придете в тестирование полностью без опыта. Нет. То есть какой-то опыт тестирования у вас уже будет. Вы прекрасно понимаете, что хорошо, а что плохо. Так. Сложно ли будет найти работу латы? Это я уже читал. Так, то есть получается, что тестировщик включается в самой первой стадии на анализе требований. По факту да. То есть тестировщик в идеале должен присутствовать с самого начала. То есть вот когда идет обсуждение требований, анализ требований и так далее, то есть тестировщик уже зачастую, кстати, если у вас уже есть какой-то опыт в реализации того или иного продукта, тестировщик даже может уже предлагать какие-то решения более интересные. То есть вот в частности, если вы, например, год отработали в какой-то там, не знаю, тех же микрокредитах, например, потом через год вы идете работать в другую компанию, которая занимается тем же самым, у вас уже есть какой-то опыт за плечами, с которым вы можете поделиться. Это то, зачастую, почему компания очень не любит, чтобы сотрудники после них уходили работать в аналогичную сферу, потому что вы как бы с собой забираете кучу знаний, которые имеют достаточно дорогую цену. Поэтому да, то есть на самом деле, чем больше знаний вы собираете, тем проще вам самим будет и работать, и тестировать. Опять-таки тоже поймите такую вещь, что если вы понимаете, что происходит в компании, если вы понимаете, что разрабатывается, то есть и чем больше нюансов и мелочей вы знаете, тем вам реально проще самим работать, ну и интереснее тоже. Вот, так, на сегодня получается иступительной части все. Со следующей лекцией мы пойдем уже типа тестирования и пойдем возьмем лекцию по теории. Вот, соответственно, на сегодня это все, что я хотел вам рассказать. Вопросы есть? Да, Дмитрий, вы рассказывали про то, что бывает так, что, ну, по крайней мере, это то, с чем я вот столкнулся, что когда, допустим, проходит стадия UAT, да, то есть user acceptance test, да, зачастую бывает так, что клиенты, они просто тупо проходят по моим тест-кейсам, да, и очень часто бывает эта вот асимметрия информации и то, что для них, то, что для меня контейнер, и для них контейнер, это, ну, то есть две разные вещи, да, если говорить о каких-то UI элементах. Вопрос, какие, может быть, есть лучшие практики для того, как преподносить клиентам, может быть, user acceptance test, чтобы вот, ну, потому что это зачастую, как вы и говорили про митинги, это просто трата времени. Если мы забегаем, если мы забегаем вперед немножко, то у Agile, когда мы будем про Agile говорить, у них, у Agile в конечной стадии разработки есть такое отдельное собрание, называемое демо. Это тогда, когда собирается команда, собирается заказчик, и команда показывает заказчику, что они сделали, соответственно, вот тут как раз и происходит обычно синхронизация понятий, и заказчик сразу видит, как что работает. В дальнейшем, в целом, как бы, если ты отдаешь клиенту на тестирование продукт, ты не должен отдавать свои тест-кейсы, это плохо, это неправильно, клиент должен тестировать со своей стороны. Я извиняюсь, у нас, допустим, такая структура, да, у нас вот демо, каждый спринт, и каждые два спринта у нас релиз, да, и вот когда вот релиз, тогда клиент, они проходят как раз-таки вот UAT, и, ну, зачастую бывает, что они, ну, остается впечатление, что это люди, которые не в курсе вообще, всего, как это устроено и так далее, они, ну, совершенно просто потеряны и не понимают, что происходит, и поэтому вот эта вот обратная связь, она очень, ну, скажем так, коэффициент полезного действия там обычно очень-очень минимальный, вот хотелось бы, наверное, понять, как лучше к этому подойти. Смотрите, во-первых, для остальных я немножко терминологию сразу расшифрую, то есть есть AT-AT, то есть сокращение, это acceptance testing, это вид тестирования, когда вы, как тестировщик, проверяете, что сделанный вами продукт соответствует всем требованиям заказчика, то есть, ну, в принципе, acceptance, по-русски это приемочное тестирование, то есть, что, это как вы приходите домой, там, в квартиру, у вас там делают ремонт, и вот прораб вам говорит, что все готово, все замечательно, вы приходите и начинаете там сверяться по своему там списку, что, типа, вот это сделано, это сделано, это сделано, это сделано, вот это вот acceptance testing. Есть дальше еще ответвление, это U-A-T, пишется U-A-T, user acceptance testing. User acceptance testing это приемочное тестирование, но со стороны заказчика, то есть, заказчик берет разработанный вами продукт перед тем, как отдавать, это уже кляну, то есть, в общее пользование, вот, и проверяется своей стороны. Тут, отвечая уже на вопрос Владислава конкретно, получается следующий момент. Со стороны клиента зачастую будут реально сидеть люди, которые в этом будут ничего не понимать. И тут, получается, есть несколько вариантов. По факту, что вам надо получить от клиента, то есть, цель какая, от заказчика, получить accept, то есть, получить галочку, что, типа, да, все хорошо, мы идем в релиз. В моей практике было так, что, либо, да, мы получали ту галочку, либо мы сталкивались с тем, что у нас, например, реально вот со стороны заказчика кто-то не догонял, что вообще происходит. И тогда самая лучшая практика была созваниваться с непосредственно тем человеком, кто ответственный за тестирование там, с той стороны, и проходить вот этот вот U-A-T вместе, то есть, как бы, с подробным описанием, как, что, чего и почему. То есть, это, ну, наверное, самый удобный вариант. То есть, это самый затратный вариант, но, увы и ах, то есть, как бы, иначе никак. Вы не научите заказчика терминологии, вы не научите заказчика специфики. И зачастую, например, как у меня был один из заказчиков, когда я фрилансил, на той стороне проект вела вообще секретарь, как потом оказалось. И я сталкивался ровно с такими же проблемами, вот как вот Владислав описал, что с той стороны просто было непонимание того, что происходит. И приходилось созванивать. Это жутко бесило, не по-детски бесило, потому что ты тратишь свое время на то, чтобы просто человеку объяснить то, что он вроде как должен и так понимать, раз он ведет этот проект. Но, да, то есть, как бы созванивались, там, либо я приезжал к ним в офис, и вот сидели, обсуждали, пальцем водил по монитору, рассказывал, что, где, почему, зачем. То есть, как бы, бесит, но для того, чтобы получить эту галочку и сдать продукт, а что еще делать? Еще вопросики. Окей, если вопросов больше нету, но они появятся потом, вы знаете, где меня найти. То есть, как мы уже говорили, есть общий чат, стесняйтесь в общем чате, пишите мне в приват, буду очень рад. Надеюсь, вам было интересно, рад был с вами познакомиться, рад был вас увидеть, кого-то воочию, кого-то аватарку. Спасибо тем, кто принимали непосредственное участие, это было интересно и весело. И тогда, получается, до следующего понедельника в 7 часов встречаемся с вами и пойдем уже непосредственно по самому тестированию, то есть, по типам тестирования, подходам тестирования. То есть, будем разбираться, что и что, и на что вообще проверяют продукт любой абсолютно. Вот. Если есть какие-то пожелания, комментарии, пишите, вопросы обязательно пишите. Как я повторюсь, что глупых вопросов не бывает, не надо стесняться. Лучше вы зададите вопрос мне сейчас, чем вы потом обделаетесь на собеседовании, либо где-то на работе. Посему, да, на следующей лекции, опять-таки, вы получите первое свое домашнее задание, вот, на данный момент, пока мы отдыхаем. Рад был вас видеть. Огромное спасибо, что посвятили два этих часа мне. Огромное спасибо, что были здесь. Всего вам самого хорошего, шикарной вам рабочей недели. До встречи. А, да, еще что хотел сказать. Если у вас будут какие-то, например, пожелания, где-то вы захотите что-то за пределами лекции поиграться, посмотреть. Где-то, может, что-то кто-то рассказывал, где-то еще как-то, вот, то не стесняйтесь, давайте знать. Будем стараться как-то думать, как это все организовать, где-то сесть, там, попробовать что-то. В воскресенье вечером у нас будет воркшоп по фронт-энду. То есть я буду рассказывать про HTML, CSS, JavaScript. Я скину вам ссылочку, поэтому вечером это воскресенье в 6 часов вечера. Соответственно, кто захочет, кому интересно, можете присоединиться. Присоединиться, там нужен будет компьютер, там мы будем уже именно практиковаться. То есть это бесплатно, это вне лекции, это просто, как говорится, поиграться, покайфовать, набраться дополнительных знаний. Вот. Подробную информацию я еще ближе к выходным вам скину в чатик. Вот. У меня еще есть один вопрос. Давай. Я хотел спросить, по каким дням планируется второй уровень? По средам. По средам. По понедельникам QA1. И так же самое? По средам, да, QA2 и по четыргам Java с 7 до 9. И когда начало второго уровня? В эту среду, послезавтра. А, окей. Да. Окей, понятно. Да. Ладно, спасибо. Да, так что, если что, пишите. Я всегда вам рад. Будем знакомиться, будем общаться, будем создавать тусовку. Обычно на первых двух лекциях все такие поспокойнее, на третьей лекции там уже все гуляя на архе. Вот. Соответственно, да. Всем шикарных выходных. Фу, выходных, господи. Мечты, мечты. Шикарной рабочей недели. Хорошего вам вечера. Всем пока. Спасибо, до свидания. Спасибо, Дмитрий, до свидания. Тут вот вопрос был, текстовые ошибки на сайте, да, тоже мы репортим, но про это мы еще поговорим поподробнее, то есть про то, какие ошибки мы репортим, какие не репортим и что и как, то есть как бы это мы обсудим еще. Есть пользовательский контент, за который мы не отвечаем и есть контент, который уже именно от разработчика, за который мы уже отвечаем. То есть как бы, соответственно, тут надо будет видеть разделение, но об этом мы еще поговорим. Вот я, это я, кстати, писал, да. Я по поводу просто на сайте увидел опечатки и так далее, очень много. Ой, там много. Этот сайт создавался за три вечера на коленке, ребят. Там своя история этого всего. Да, хорошо, спасибо вам. До встречи, всем пока.